Топливы у Дениса из носа точно потекли? Да, я с ним дошел. А как насчет стрима? Приболел че-то. А что насчет стрима? Ну я вроде пустил. Да, ща проверю. Я даже... Да, вижу заглушку. Отлично, заглушку я снял. Не будем ничего никого ждать, продолжаем, потому что что-то прохождение так капец затягивается. Да, давайте быстренько закончим. Ну не то, что... Ну в смысле понятно, почему он так затягивается, потому что я криворокий. Скажите там, че по звуку? И я включил, короче, 30 фпс, потому что... Потому что... Потому что что-то плохо тянет. Сабильности ради. Да нормально че. Там все равно не намного больше в игре, чем 30. Смотри, Сорот так долго проходил годов Орша, у него уже все лицо заросло. Реально, можно смотреть, как я старею прям в прямом эфире. И не в прямом. Так, я не помню камушек, я... Так, пишут, а стрим в 60 фпс. Ну, кстати, да, стрим у тебя почему в 60 фпс. А каким образом? Ну, я не знаю, ты где поставил 30 фпс? В игре или в OBS? Не, в OBS, конечно. OBS? Ну, может, надо было стрим перезапустить. Денис, я в него снова с Джеком. Мне сегодня я... Так, кофе у меня тут, карачинская, две мандаринки и полбутылки бада вчера ждет и допитав. Слушай, это очень странно, потому что у меня стоит 30 фпс. Да. И в игре, и в OBS. Сейчас обновлюсь, посмотрим. Я просто не понимаю, как они могут быть в 60. Ну, не знаю. Написано, источник в 60 фпс. Ну, значит, вы будете смотреть источник в 60 фпс, который на самом деле показывает только 30. Как вам такой консольный гейминг? С голосом все четко. Все четко. Но говорят, все нормуль, короче. Отлично. Блин, я забыл, где там камушек купить. В Resurrection. Сразу вопрос у меня к тебе с порога. Давай. Смотри. Вот, 101, это основы обучения. А че такое 305, 305? Потому что Urban Dictionary мне что-то не помог с этим вопросом. Не шаришь? Нет, ничего на ум не приходит. Трудно, что я смотрел эту... Как я встретил вашу маму, буквально вчера, серию про университет. И там заходит препод и говорит, типа, ты перепутал кабинет в дружище. Это не архитектура 101, это уже 20 лет к ряду экономика free of life. Я такой, так, блядь. У них че, для каждого уровня уроков заготовлены цифры. А Urban Dictionary мне сказал, не знает он такого. Он 305, знает только как код, то ли Малибу, то ли Майами, че-то такое. И вот и я че-то в субборе доходу. Да, Urban Dictionary меня впервые подвел. Удивительно. А ты пробовал вбивать словами, или только цифрами, или только с цифрами? Попробуй словами. Ну, окей. Ну, просто 101 вроде находит. 101. Introductions Basics. Да. 3. Оу. Ну, как я напишу? Оу. Ох. 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 Окей. Ну, потом попробуй просто, о, ну, вообще, о, пишет. О, файф. Нет, не знаю, он такого. Ну, ладно. Может, нам сейчас в чате эксперты подскажут. Кого у нас только в чате нету. И переводчик, и физики-ядерщик, и филологи русского языка. 101. Это первый курс, первое занятие. А, 305, скорее всего, третий курс, пятое занятие. Ну, по-моему, это как с натяжкой. Чё-то я не понимаю, чё-то там делать он. Херон. Третий год, пятый семестр, что? А, подожди. Получается, то есть первый семестр третьего года. Пятый семестр, первый, два, это первый курс, второй, четвертый, третий, четвертый, это второй курс, пятый. Но в этом уже больше смысла. Ну, короче, такая себе шутка. Какая себе шутка. Ну, ты же говоришь, там эта шутка была... Сухо! Как громко, как я встретил вашу маму. Нет, не шутка была. Ну, в смысле, это была шутка в контексте серии, но по факту-то в этом явно должен быть смысл. Ордин фор ю обзервер ординари. Ординари обзервер. Прочитал я этот лиф. Ух, столько всего, один. Денис листал твою стенку в ВК, увидел пост с треком Мадди Уотерса о толпе. У вас фторг дикий. Да, Мадди Уотерса путина. Думал, что ты дичь слушаешь, а ты молодец. Молодец. Два, три, четыре, в чат, плиз, ибо нищий студент. Ну, я, кстати, сегодня как раз что-то тоже начал лпитом. Да, сука какая ты. ЛП начал все вообще слушать, что у нее есть. Но пока ничего лучше, чем Lost on You, я все равно еще не нащупал. А я, признаться, ничего кроме Мадди Уотерса не слушал. А, что-то одно слушал, там, по софи советовал. Больше ничего. Главное, ребят, если вы начнете слушать ЛП, вы... Не гуглите, как выглядит. Да, ошибка новичка, вы не смотрите ЛП, вы только слушайте. Потому что выглядит это, конечно, жутковато. Слушай, не знаю, я привык, и как-то уже норм. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-уха. Если, если ты, Джейсон Шрайер, обращайся. Будем продвигать. Сука, чушь на нее ничего не действует-то. А, ну, вот. Это был первый раз, когда подобная тварь встречается, да? По-моему, да. Ну, надо, ты к нему подходить, чтобы его спровоцировать на удар, уворачиваться, а потом уже херачить. Так ты будешь долго с ним... ...стырем контестом заниматься. Да просто что-то, ну, типа, по спине вообще мимо ВОЗ, а спереди... Короче, спереди нормально. Да я пропасть не могу спереди. Он все время ко мне с жопой. Все же не могу не заметить. Вот такой типичный враг из Dark Souls, но насколько же в God of War удобнее управляться со всем этим. Игра гораздо обзывчивее, чем тот же Bloodborne. В Bloodborne он поиграл недавно, а мне 15 минут. И такой, не, спасибо. Может, в ремастер пятой плейки поиграю, но пока что это невозможно. Вот эту сферу сбивать надо, иначе, те пизда, которые он поднимает вверх. Нет, просто порт кидай. Окей. Между тем, у нас сегодня нормально работают топы доната. Спасибо вам. Все-таки разоспадаю. О, да, и правда, что? Денис, ты был хорошим мальчиком и к зубному сходил с прошлого стрима? Не, я два раза сходил побухать. И там, там, там подруга рассказала, короче, жизнеутверждающую историю про то, как у нее муж, такой же, как и я, за своих 35 лет ни разу к зубному не сходил. А тут один раз ему пришлось. Он сходил, ему посмотрели, сказали, чувак, у тебя вообще все идеи. Идеально. Тебе их только отбелить, а в остальном у тебя вообще все хорошо. Бухали с другом, с подругой. И у них в обоих весь рот в пломбах, они вообще, типа, не понимают, как такое возможно, потому что они всю жизнь к зубным ходят. Короче, я надеюсь, что у меня вот как у того чувака все будет заебись. Я такой раз за 30 лет к зубному пришел, мне сказали, у тебя все заебись, увидимся через 30 лет, и я ушел. Я очень надеюсь, что будет именно так, а не иначе. Консервы, консервы там пролетели. Спасибо, Анджел Арки. Оформил выписку второго уровня. Блин, надо, он будет как-нибудь почитать, что это за уровень. Так не знаю. Денис, можно как-то оставить рус-субтитры в спуде? Вот я не знаю, а если они так и не добавили эту фичу, то, наверное, нет, потому что там нету раздельного выбора языка и субтитров в меню, по крайней мере, на релизе не было. И приходится переводить на английскую версию консоль. Если до сих пор так, если этого не добавили, то нельзя. Либо все на английском, либо все на русском. Слушайте, про неоконченное высшее образование Дениса мы на прошлом стриме узнали. А как там дела у Максима? Он вроде с 10-го года на СГ, значит, тоже без вышки. Да, конечно. Я пошел учиться на компьютерную графику, потому что думал, что меня круто научат рисовать в фотошопе. И оказалось, надо уметь рисовать, чтобы... Сука! Сука! И поэтому... Ну, я устроился на стоп-гейм, ушел в академический отпуск. И через год работы на стоп-гейме я понял, что дойдет в пене ту же компьютерная графика. Сейчас, видишь, во мне, может, Эндрю Краймер умер. Он ведь Эндрю? Блядь. Эндрю Краймер такой охуительный чувак. Как я вам проперся. Мы, по-моему, обсуждали уже на прошлом стриме, но как же он нахуенно из говна и палок делает просто потрясающие вещи. Если кто не в курсе, VideoCopilot — это его фирма, которая делает кучу всяких пиздатых плагинов, типа там вот Element 3D, если кто знает, тот знает. Прямо потрясающих плагинов для Adobe After Effects. И Эндрю Краймер, вот, главный, соответственно, он дико пиздатые вещи делает в этом After Effects. Вот, относительно недавно, по-моему, неделю назад вышел урок, где он сделал что-то просто невероятное вообще без использования левых плагинов. Ну, один там был, его как раз VideoCopilot. О, сука! Просто великолепно выглядит. Я когда увидел превьюшку, там, в 15 секунд, но я подумал, блин, наверное, весь After Effects там измазан чем-нибудь левым, каким-нибудь софтом еще. Оказывается, нет, просто открываешь и делаешь примерно 800 миллионов кликов, и у тебя получается красота. Просто гениальный мужик. Так, Gormir71 отправил 100 рублей. Господин ведущий на господина Баранова. Ой, опоздал. Кстати, у меня звук отстает почему-то. Так, ну, в чате я про звук не слышал ничего, попробуй обновиться. И, по-моему, помогает, если ты поставишь качество в шестеренке, ну, поменяешь там, или на источник, или с источника наоборот. Попробуй так. Вандервулф, 100 рублей. Макс, удачи с прохождениями. И знаю, что опоздала на несколько лет, но, Денис, спасибо за трудности перевода. О, отрадно видеть, смотреть и пересматривать труды коллеги, горящего за хороший перевод развлекательного контента. О, спасибо, Вандервул. Вандерфул. Вандервулф, как Вандервулф, это прочитал в первый раз. Вандерфул. Вот такой вот автор, который занимался трудностями. Вот так он знает английский. Да, я просто, я уже, когда, я понял, что, короче, вот этот вот чувак, который называл Жека Грек, я понял только, когда запись эфира пересмотрел, потыкал, что это Гек, причем, что когда он отправлял до даты, он в скобочках переводит это вот Геже Жрек, он писал по-русски три буквы Гек. А я просто чук, мимоходно так смотрю и отворачиваюсь, и как, как вот я прочитал латинские буквы, так я их и озвучу, правильно, неправильно, не знаю. Гек, сто рублей удачного стрима, если бы вы оказались перед Кратосом, что бы вы ему сказали, я бы сказал, блин, гадит, не пей. Не, ну, я бы сказал, я думал, ты будешь больше. Вообще, чувак, без инстинкта самосохранения. Дэнчик, ты бухой? Нет. Ну, вот тут у меня только по бутылке БАД осталось, и все. Отсутствие вышки – это главное условие для работы на СГ. Кстати, Дэн, как разрабатывал риторику? Ну, а кто у нас с вышкой, кроме Васи Гальперва, который вообще доктор наук? А, Кунгуров наверняка с вышкой. По-моему, да. Ну и Лёня, с двумя. Лёня, да. Ну вот и все. Так что, дед, не обязательно. Как разрабатывал риторику? Да никак не разрабатывал. Ну, я, типа, единственный раз сходил во время работы на СГ уже к логопеду, чтобы он мне научил букву С выговаривать. Чтобы Ланит С, АС. И все. Дэнчик, когда же и ты примешь участие в ЧГХ? Ну, я уже принял, и... Раз, два, все, с меня хватит. Ну, Дэнчик, я, короче, в следующий раз не хочу играть. Займи мое место. Где в ЧГК? Да. Не. Че, у нас там желающих, что ли, мало? У нас 10 игроков почти постоянно. Да, но играет почему-то постоянно одни и те же. А, ну, вот, и Женя Баранов, еще дипломированный журналист. Да, у него же профильное образование. А еще, кстати, блин, ты смотрел, да, вчера этот прикол, который Лёдин сбросил? Ну, про члены, да. Блин, это так волшебно, жаль, никого не показать. Не, так я думаю, это где-то церковь опубликованная. Не, не, не. А тут уже он взял, нет? Ну, думали в церковь, но, по-моему, до церкви решили, что тоже слишком. Ну, это волшебный момент. Там могут на ВК-поди забанить такое. Ну, да, что-то вроде того, поэтому. Но, блин. Короче, ребят, если кто-то смотрел фильм «Грязь», там был момент, когда все члены свои сканировали. И вот этот момент наложили на наш разговор, когда Фен говорит, я представляю вам члены команды. А я говорю, нет, не надо. А там представляют члены команды. Короче, божественная вещь просто. Сука, я не помню эту загадку. Какую загадку? Да тут с этими временами года, может, подскажет кто-то. Мне так лень думать, мне так лень слушать. А там сейчас задом наперед, короче, нужно их... Не помню, начиная с чего. Сейчас в субтитрах написано будет, он там ее проговаривает, в принципе. Вот прикол в том, что нужно их в обратном порядке выставить. Я еще помню, что они как-то нелогично там идут, что-то непоследовательно. По-моему. И че, солнце должен быть первым? У меня еще не появились Сабы. А в первом нету солнца. Зима, весна, лето, осень. Значит, с обратной стороны, справа налево, зима, весна, лето, осень. Ну вот цветочек, это, наверное, лето. Ну, короче, удачи тебе. Да, спасибо. Скажи, пожалуйста, где качать фильмы, книги в оригинале, где ты качаешь? Ну, если есть на Netflix, я смотрю на Netflix. Если нет на Netflix, то... Fast, 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 Торрент самая охуенная штука. Там сразу все упорядочиваешь по качеству, сразу же на одной странице смотришь, какие дорожки есть в фильме. Дико удобно. Да, на Netflix, конечно, пишем сейчас все уже. Распробовал. Когда увидел, что там есть, как я встретил вашу маму, все. Месяц жизни, коту под хвост. Открываешь софтину, она сама помнит, где-то остановился. Не надо ничего качать, ты знаешь, когда новый сезон кончается, старый сезон кончается, идешь на Торрент, и качаешь новый сезон. Все, это все в прошлом. По-моему, первая нифига не зима. Ну, пацан сказал, Винтер, Спрингс. Вот в самом сезоне. Говорят, есть эксклюзивная, и она же настоящая версия Властелина Колец, где Гендальф на мосту перед варлогом сказал, Джек Воробей. Ребят, я могу вам объяснить, почему я сказал Джек Воробей, я потом пересмотрел, я понял свою логику. Фен зачитал с такой интонацией, как, сука, Джек Воробей. Там не было вот этого, ты не пройдешь, там было, а-а-ай, погладить бороду, шляпу там, э-э. Реально, блин, вот Джек Воробей нарисовался, и все. Подскажите мне, сука, как эту загадку решать. Я помню, что первая, по-моему, не зима, несмотря на то, что и пацан говорит, и Мимир говорит. Но первая мне почему-то показала, что была не зима. Ну ты тогда выстрои, просто не потом крути по очереди, и все. Ты главное в этом порядке их выстроить. А, подожди. А, так может, их рядом наперед нужно? То есть не зима, весна, лето, осень, а осень, лето, весна, зима? Справа налево. Блядь, я не знаю. Че, неужели в чатике до сих пор никто не написал? Неа. По-моему, с осень, ночи на осень, лето, весна, зима. Вот я говорю, осень, лето, весна, зима. С какой стороны, не знаю. Попробуй так. Так, осень, лето, зима, весна. Весна, зима. Нет, осень, лето, весна, зима. А, наверное, все правильно, да. Ну да, вот все пишут, осень, лето, весна, зима. Ну вот, а почему они с зимы-то хотели, чтобы начиналось все? Да, во-первых, подождение мне там все логично оказалось. А мне нет, мне вот типа, ну почему не с зимы начинается? Че за бред? И Мимир сказал с зимы, и пацан сказал с зимы, а начинается все не с зимы. Или типа справа налево? Ну просто зима справа, получается. Ты как, когда вот представляешь себе времена года, ты как их визуализируешь? То есть типа, например, где у тебя, у тебя по кругу ты их визуализируешь или как в голове у себя? Последовательно. Последовательно в ряд? Да. И то есть когда у тебя доходит до конца, ты типа в голове перескакиваешь обратно? Да, назад. Бля, вот видите как? У меня, например, это окружность. То есть вверху зима, слева весна, внизу лето, справа осень. И вот так вот по кругу она идет против часовой стрелки. Как-то вот так. Да все у тебя завязано на пи. Почему на пи? Потому что окружность? Да. Да. Это я дико угораю. Я люблю заходить в комментарии на Дангиге под какими-нибудь фотками с сексуальным полусексуальным подтекстом просто ради того, чтобы увидеть этот мемас, где нота, знаешь, такая пи-пи-буквы. Угу. Пи-пи в скобках Верри Хард. Это два таких мемаса, которые меня дико веселят в эзотарях. Это вот этот и еще Брон из игры престолов, который ты поим. Fight factor. Да-да ради дико, да. Денис, ты пора ли выпускать еженедельный подкаст? Ну как, каждую неделю воскресенье? Что пристали? Время, вторник. Сучу. Денчик, я смотрел твой старый нарезкий пассив, что там заметил деградирующего Васю. И почему его нет теперь? Вы его выгнали просто потому, что он имеет кандидатскую. Да нет, потому что он играть перестал. Он, ну, типа, полгода сидел в чате молча. Никуда не прислался. Сухо! Ведропот 100 рублей. А как вы относитесь к нытью под новостью о метро Эксадус? А тяжбах установки другого магазина и т.д.? Ну это на самом деле очень обширная тема. Кто не почитал, почитайте статейку Гены Воробьева. Он там все, в принципе, весело писал. Я, кстати, завтра лечу в Париж на Division 2. И он тоже будет в Epic Games. И мне прям, ну, тоже хочется порасспрашивать у них, что, кого, почему. Ну, в принципе, почему-то понятно. Там осталось узнать только нюансы. Типа, кто кому платит за эксклюзивность, как это работает, какие условия. Но об этом, я думаю, никто не расскажет. Потому что эпики, поднявшись на Fortnite, они, в принципе, сейчас могут сделать, ну, не совсем, конечно, то, что делает Sony. Но плюс-минус то же самое. Выдавать, например, бабки, выдавать какие-то непиздатые условия разработчикам. В обмен на эксклюзивность на их площадке. В принципе, это может вылиться у вас что-то хорошее. Сухо! За метро мне, например, обидно, потому что, ну, типа, да, метро, оно... Оно, оно и вроде как и пиарилось, и рекламировалось, в том числе, ими долгие месяцы. Так в том и суть. Там не только метро. Дивизия тоже, по-моему, предзаказы-то принимались. Дивизия хер с ней. Дивизия — это Ubisoft. Ubisoft может делать чокточек, в принципе. Как по мне, потому что это крупный издатель, это распиаренная игра сама по себе. А метро, ну, ясно, понятно, что это не дивизия. Поэтому, если за дивизион ушла из стима, то это не сильно вообще повлияет на продажи за дивизион, как мне кажется. Не, я про саму тенденцию. Ну, тенденция, да. Ну, короче, это такое. Типа, метро, например, я не понимаю, на чё они там надеются. Дипсильверы уходят с самой... Сухо! ...самой распяренной площадки. Не, ну стоп, они же сказали, что, во-первых, не Дипсильвер, а Кохмедиа принимала решение. Во-вторых, это временная эксклюзивность, судя по всему. Но она годовая. Временная год, ну чё, чё смеяться-то? Если бы это было две недели, я бы ещё понял эту временность. Но год, кто будет ждать год, чтобы купить в стиме? Плюс те, кто уже предзаказали, они, по-моему, получат всё равно игру. Ну, короче, некрасиво получается, в любом случае, некрасиво. Но тоже кого-то там осуждать или делать поспешные выводы рановато, надо смотреть, как-то в перспективе обернётся. Чем? Для индустрии, для нас с вами. Мне вот, например, в стиме нравится тем, что у него пиздатые распродажи. А вот интересно, а будут ли вытики такие? Ой, как сомневаюсь. Мне таки бесплатно раздаёт игру. Ну, одно дело, когда тебе 12, сколько, 24 каких-то хрен пойми, каких игры отдают в течение года, которые тебе, может, и не нужны. А другое дело, как ты можешь понравившуюся игру с 90% скидкой урвать. По-моему, это разные вещи. Ну, это тоже. Но мне кажется, на самом деле, всё это просто приведёт к тому, что стим с процента скрутит и всё. Потому что это единственный, ну, мне кажется, вариант. Либо, либо он на индюках и зарабатывает столько, что досрать он хотел. Ну, я думаю, от ААА он потеряет всё равно. Если ААА уйдёт, он потеряет очень много. И ему бы не хотелось этого терять, поэтому чё-то придётся делать. Другое дело, что стим же сам дохуя вкладывается. Ну, то есть сравнить площадку стимовскую, валовскую и сравнить площадку эпиковскую, но с точки зрения игрока, ну, это небо и земля абсолютно, по крайней мере, на данный момент. Чё он там, прикол-то был, какие-то заголовки в духе. Люди, получившие бесплатно в Epic Games Store сабнотику, идут решать свои проблемы с сабнотикой в стимовский, блин, форум. С Netflix'ом та же беда. Вот я, например, захожу на главную Netflix'а, вижу там кучу фильмов, но я не могу понять, чё это за фильмы. А хорошие они, плохие они, там нету никакой, никаких оценок, грубо говоря. Поэтому для того, чтобы понять, хороший это фильм или плохой, стоит ли на неё тратить время, я не на площадке Netflix'а, я иду на MTV'е или на Кинопоиск. И вот с магазином Epic'ов та же беда. Потому что она сделана в данный момент для разработчиков и для издателей, не для игроков. И это, конечно, напрягает в какой-то степени. Отталкивает. Ну, с другой стороны, если она сейчас будет, например, если Джорни появляется исключительно благодаря вливаниям бабла Epic'ов на PC, то это хорошо. Ну, это как бы классно. Если ещё какие-нибудь хорошие консольные эксклюзивы появятся, хотя большинство консольных эксклюзивов хороших это всё равно Sony, издателей, она не будет на ПК ничего передавать. Смотри, наверное, какая-нибудь байонета вторая, если появится на ПК, то будет ухерительный. Ну, в общем... Хотя это, по-моему, Nintendo, да? Мне плюс, да. По-моему, да. Но мне по-любому нравится тенденция. Ну, то есть, какая-то... Какой-то конкурент у Steam нарисовался. Любопытный. Да, то есть, конкуренция-то в любом случае хорошо, просто пока что это... Пока что это выглядит как... Короче... Короче, пользователю пока что нехорошо. Пользователю пока что плохо. Хорошо издателю. Но вот если это перерастёт во что-то нормальное, то будет здорово. Ну, смотри, например, Митрош, по-моему, подешевела на 10 баксов, когда перешло в Epic Store Games. Все, 60 стало 50. Вот, считай, уже какой-то плюс, например, есть. Правда, не для нас, потому что в российском регионе цена не поменялась. А чем GOG не конкурент Steam'у, ну... Epic'и просто видишь, как агрессивно начали, они эксклюзивность начали требовать. Не, у GOG'а просто очень серьёзная... Ну, их фишка, главная их фишка, это серьёзная проблема, потому что у них всё без цифровой защиты. А крупные издатели на это, ну, практически никогда не соглашаются. Потому что им... Да нуго, да нуго, прям, да нуго надо. Потому что Ubisoft нужно, чтобы... Ээээ... Их новую игру купили миллион раз, а не купили один раз в GOG'е и выложили на торренты для всех остальных. Да нет, суть в том, что Донуго всё равно ломают, и другие защиты тоже в основном ломают. Поэтому это очень такая... Скользкая тема, на самом деле. Тут, ну, у GOG'у, конечно, проще рассуждать, у них статистика на руках есть. И раз они умудрились некоторых там переубедить, значит... Всё норм. Но плюс у GOG'а очень такая... Выборочность серьёзная. То есть они вручную отбирают проекты, они не всем подряд грозятся. Ну, это любопытная такая система к подходу выбора. Ну, а насчёт Донуго... Ээээ... Топ-продаж-то приходится на первые дни. То есть Донуго, главное продержаться первой там, условно, неделю. Первые хотя бы три дня. И тогда Донуго себя уже окупает. Ну, в глазах издателя. Потому что люди, которым не терпятся, они... Ну, игра не поломана. Игру нельзя сейчас спиратить в первые три дня. Они такие... Мучаются, мучаются. В итоге идут и покупают. А если игра сразу выходит на GOG'е, значит, сразу она появляется на торрентах. Качаешь, играешь и всё. И проблем не знаешь. Такая вот тема. Донат уже прошёл Resident Evil 2. Не, Resident Evil 2 она как-то, блин, медленно очень идёт. Я наиграл, по-моему, три с половиной часа. Ну, в смысле, вот реальных, которые показываются, когда на Escape нажимаешь. В Steam это там может уже десятка красуется. Я там паузы нажимаю, оставляю игру включённую, иду спать и так далее. Но, типа, не знаю. Мне не очень она зашла. Ну, то есть, как бы... Это всё равно осовремененное старьё. Оно очень сильно осовремененное. Но тот же The Evil Within по игровым механикам куда веселее играется. Там полноценный стелс, полноценная прокачка, куча, ну, вариантов прохождения вот этих вот полуоткрытых локаций. В общем, здорово. А здесь коридор и коридор. В The Evil Within ты можешь напрячься и вынести, зачистить вообще всё, пособирать со всех лут, такое, получить некоторое удовлетворение эмоциональное от этого. А в Resident Evil не получится. Тебе приходится половину врагов обходить, другую половину обиграть. Есть там в библиотеке, там, где ты совпад играешь, нет в Resident Evil 2. Там вот эта библиотека есть. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Спасибо. Блин, круто. Офигеть. Я не забыл, что... Причём, мне кажется, новую нарисовали, нет? Ну, это типа... Твоя мама горячая и актуальна, как на репортаже. А я не помню даже. Мне кажется, что-то другое было, но... Я там с трофеями, по-моему, был. Да, я уж не помню. Но спасибо, подземный человек. Безусловно. О чём я там говорю-то? А, там есть вот эта библиотека сраная, где нужно двигать шкафы, и ты берёшь, ну, некоторый предмет условный, чтобы всё-таки смочь передвинуть эти шкафы уже где-то, наверное, на третьем часу игры, а первые два часа ты постоянно мимо неё бегаешь. Ну, потому что надо, она лежит по маршруту. И вот эти вот все два часа, сколько там, раз, наверное, 50 в этой комнате был, у меня там один валяется недомбитый зомбак, который моё ноги отстрелил, и мне неохота тратить ещё одну пулю, чтобы в башку ему пустить, и вот я постоянно там бегаю от него, пока ползает за мной. Ну, вот, типа, вот это меня напрягает, я не хочу так. Я хочу как за его везение. Всех там, с дефицитом, с тем же дефицитом патронов, со всем говном, но я хочу выделить всё вообще, что двигается, и мне так будет приятнее. Резидент, по крайней мере, на нормальной сложности. На лёгкой может быть вполне. Пишут мне старая гифта. Окей. Да блин, дай увернуться-то, сука. Заморозили меня. Денис, спроси у Макса Плеза, есть ли шансы у Гимона стать популярной хотя бы наравне с Destiny? Вроде как многим игра зашла по геймплею, несмотря на фейл с сетью. Как Destiny, я думаю, нет, не получится. Destiny прям монструозный. Именно в плане пользовательской базы. Но успешный в целом у неё есть шанс. Потому что игра в целом хорошая. Просто ты, блин, хрен оценишь, когда она не работает, ни хрена. Вот. Там, чё-то у меня сейчас тотально всё подвисло. Да. А, нет, всё отвисло. Вот. Но мне сейчас будет очень интересно смотреть, что будет происходить с Сентомом. Потому что сейчас, как раз вот говорю, ещё и дивизия будет выходить. Они там практически рядом. И игры одного жанра, но разного сеттинга, со своими фишками. Тем более, дивизион уже второй. Чё тут нельзя залезть сейчас? Вот. Так что мне прям очень любопытно будет посмотреть. Чё как. Станет ли она популярной, как Warframe? Так Warframe же вроде условно бесплатный, нет? По-моему, да. Но я так и не ознакомился. Мне, конечно, все написали, что Warframe. Но, типа... Сорян, но нет, я не буду... Тем более, обозревать мне... Привет, привет, привет. Обозревать мне не надо. Тентом. Этим будет страдать кто-нибудь другой. На хардкоре в резиденте тирана добивал в конце с пистолета. Осталась в конце игры пара патронов. На дробовику игре годится только на зомбей. Зликером на него пох, а на боссов нужен магн. Ну, с такими тонкостями я спорить не буду. Ну, да, дробовиком я в основном просто бошки зомбляем, отстреливаю. Ну, вот еще меня вот это вот бесит, что, ну, ты можешь 4 обоймы выпустить в обычного зомбака в башку ему. Он все равно будет в пятый раз вставать после этого. Гарантированно можно только с дробовика его вынести навсегда. Но все равно игру-то угарная. Прикольная. С этим я, конечно, не спорю. Сука, как тут, блин, камера-то. Гэтсли, 150 рублей. Дабы не подгорало, по три лысину Кратоса на удачу. О, еще Николос 100 рублей занес. Плойки у меня нет и не будет ближайший полгода как минимум. Поэтому удовольствуюсь вашими стримами и неистово коплю на слину. Плойка хорошая. Это, это, это часов 50 качественного синглового контента. Кепс 100 рублей. Господин Сладкий, как ты относишься к общению в личке в ВК с подписотой? Ну, если мне пишут что-то, на что имеет смысл отвечать, то я отвечаю. Многие пишут всякую ересь. Просто, чтобы написать, обозначиться. Таким я не отвечаю. Да, я тоже, когда пишут привет, как дела, это вот, сразу до свидос. А если начинают еще и доставать, типа, что ты мне не отвечаешь, это вообще путь в удалении из друзей. Ну, типа, если у тебя есть какой-то вопрос, да, то задавай вопрос. Учем сразу лучше, без всяких привет, без всяких вот этого, а можно задать вопрос? Да. У Кулакова это, по-моему, в закрепе висело еще со времен Таргариенов правила. Правила, как писать, потому что, типа, писем приходят в день подофига, я открываю ВК, скажем, там, два раза в день. У меня там, блин, 15 новых писем, и половина из них привет, можно вопрос? Блядь, ну, есть вопросы, задавай. Да, я ни в одного не играл, сродно. Канон, а за Клэр, б за Леона. Ну, кто знал. Я в меню самое верхнее нажал, самое верхнее, по-моему, начать за Леона. Я так и щелкнул. Денис, что думаешь про МК-11? Да я ничего не думаю. Наверняка будет хорошая игра. Мы, по-моему, с Костей в подкасте об этом говорили пару минут. Наверняка будет хорошая игра, но играть я в нее, скорее всего, не буду, потому что, ну, мне надоело. Ну, Mortal Kombat 11, вдумайтесь. Я играл с первой части в него, если ясеных хрен, мне уже надоело все это дело. Денис, спроси, плюс Макса, можно ли задать вопрос, пишет он в чате. Макс, можно задать вопрос? Только в личку. Причем с такой же формулировкой. Чтоб сразу знать, кого вчера списать. Не разрешу. Недавно пишет нам, киска, долбоеб. Как-то много кисок стало. На любой вкус. Не давал себе ПК на 37 тысяч для игры в осаду. Вчера посмотрел, сколько стоит PS4 Slim у меня в ДНС в городе. Стоит 20к, 25к плюс Horizon Zero Dawn, God of War 2018 и какая-то там гонка. Обидно немного было. Ну, ПК-гейминг, да, он на то и роял ПК-гейминг, что он, сука, дорогой. Я там в каком-то ролике обмывался, что... А, по Спайдермену я сказал, типа, что он запускает Спайдермен на консоли, которая вся стоит в разы дешевле, чем современная видеокарта. И несколько умников там меня говном умыли, типа, да, ты не шо оришь, сейчас можно купить 950-ю за 14 тысяч. Я такой, ну-ну, современная видеокарта. Да, современная. Поэтому сейчас, типа, даже моя 1080i, которую я купил что-то за 60, что ли, кусков, ну, вдумайтесь, это в три раза, ну, в два с половиной раза дороже, чем стоит нормальная плойка. И сейчас-то она не все вытягивает. Уже. Тот же, например, Ассасин на полных максималках в 1440 пи, он 55 фпс выдает, тучара не дотягивает до 60. Стабильно, по крайней мере, не дотягивает. Денис, а вы с Градотрядом будете еще, чтобы никогда играть? Нет. Это был особый стрим по, так сказать, по занесенным чемоданам от зрителей с Лиманом. Так что, хватит. Один раз эксклюзивность, статусность. Если зачистим, то не будет уже того задора. Денис, зато игры дешевле в два раза. Ну, да. Не спорю. Ну, это только потому, что вам везет. Типа, в Европе, они... Да, Макс, например, все 60% отсутствует. Все одинаково, абсолютно. Ну, тут, конечно, я не знаю. У Сони наверняка есть цифры. Как и у Нинтендо наверняка есть цифры. И они наверняка за счет этих цифр уверены, что нет смысла региональных синеки вводить. Но мне до сих пор кажется, так вот, просто со стороны, что... Донесите вы до народа, что ваши игры стоят на вашей консоли столько же, сколько в Стиме на ПК. И консоли будут расходиться гораздо лучше. Но наверняка им, конечно же, виднее. Гэсли еще 100 рублей занес. Всем киса. Спасибо. Спасибо. На ПК игры бесплатно. Ну, вот не все. Братья ваншотят, когда один другого кидает или пишут. Ну да, там есть такое. Я даже не помню, как от этого уворачиваться. Но это вот в переходе между фазами. Насколько я понимаю. А там, по-моему, ох ты, супер, сохраняется уже прогресс между боями. Да, но просто ты появляешься и сразу в ваншот тебе прилетает. И я не помню, как этот уворачиваться. Нужно куда-то чуть ли не на другую сторону платформы вообще убегать. Потому что там какая-то огромная взрывная волна. Вот Денчик прав. Сделали бы игры подешевле у нас, любишь, и консоли бы стали популярны в СНГ. Ну, сейчас-то они уже, в принципе, вполне себе популярны. Но могло быть еще лучше. Сейчас уже, мне кажется, просто... Ну, типа, 25 тысяч сейчас за Sony. На которой столько пиздатых эксклюзивов. Причем много из этих эксклюзивов уже можно по дешману рвать на всяких распродажах. Я еще три года назад за Last of Us себе за тысячу рублей взял. То есть я как купил плойку, мне повезло. Там какая-то распродажа шла, и тысяча рэ, и все. Лучшая игра на PS4 на тот момент у меня в руках. 25 тысяч за консоли. В принципе, небольшие же деньги сейчас. Ну, так-то. Понятно, если ты пятиклассник, то не каждый родитель тебе такое купит. Но если ты более-менее работающий, половозрелый человек, то купить себе ее, ну, как я и сказал, куда проще, чем видеокарту нормальную. Эти чуваки сыновья Одина? Я просто не шарик. Да. Кто там они? Магни и... А, и Муди. 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 Блин, сука, больно бьет. Ух ты, сука, пацана схватил. Вот как раз пишет О-О-Ро-О. Да и сейчас игры не то чтобы дорогие. По скидке Детройт 1200, ГОВ 1600. Ну вот да, если брать на скидках, то норм. Но так-то, конечно, они обе, по-моему, четырех устоят в обычные дни. А, сыновья Тора пишут. Сыновья Тора, не Одина. Да, может быть. Я, кстати, вот про них ничего вообще не знаю. Ну, то есть я не помню, чтобы мы их проходили. Да, сука. А они тоже как-то не сильно отсвечивали в мифологии, по крайней мере, которые мне на глаза попадалось. У меня есть подозрение, что их вели просто для того, чтобы Нолану Норт устроим Бейкером дать кого-нибудь озвучить. Кроме белки. Гэтсли не вынимается еще, блядь. Как думаете, PS5 выйдет без дисковода или будет несколько версий приставов? Ну, насколько я понимаю, Sony-то любит диски. Не, ну, во-первых, Blu-Ray, если я ничего не ошибаюсь, это разработка Sony. И, скорее всего, они не откажутся, потому что чтят традиции. Просто японцы, они вот такие. Я чисто вот за счет этого поставил бы на то, что будет дисковод у плойки. Ну, и к тому же, это же еще и всякие фильмы. Хотя и фильмы сейчас все распространяются уже в цифре. Так-то. Денис, как думаешь, у побега из Старкова есть потенциал? Ну, насколько я понимаю, люди в него играют. Даже за те бешеные деньги, которые он сейчас требует, заранее доступ. Поэтому есть наверняка. Я просто побегал вот эту Альфу или что там было, но я вообще не проперся. Это каким-то надо быть упоротым фанатом Сталкера и еще даже чего-нибудь похлеще, чем Сталкер, чтобы вот этой вот жестью заниматься. Типа ультра-реализм, вся херня, умираешь с одной пули, теряешь весь прогресс. Да, нафиг. Про что-ликогда, чувак, я уже отвечал тебе на вопрос. Платит в память. МВ-232 пишет, насколько я помню, эти братья создавали новый мир после Рагнарёка. В скобках мэйби ошибаюсь. Ну, мне кажется, тут тебе видней, чем нам с Максом вместе взятым. Фанатам Сталкера и Армы одновременно. Ну вот, да. Арма, Арма-то даже идет. Ох ты, сука! Блин. Вроде так нормально шел. Арму и Тарков пишет Netherknows. Вообще, не надо сравнивать разные вещи. Но я не говорю, что это одно и то же. Я говорю, что это для фанатов Армы. Краб. Анкл. Фофоф. Дэнчик у меня вопрос, как дела? Сука. Это вот. Еще один подвид людей, которые, которыми ничего я отвечаю. В БК. Дэнчик, как отношение к ситуации со Стимом и Метром. Ну, об этом уже рассуждали с Максом. Посмотрим, в записи. Ух, реально ваншотит. И камушек потратился на прошлом сохранении. Сука, блин, вот сейчас будет потно, короче. Ох, ни хрена себе. Я же с этого увидел. Блин, такой странный вопрос от Кротоса. Денис, спроси Макса, будет ли он продолжать играть в дивизию через два месяца после релиза? Через месяц после релиза. Да я вообще не факт, что буду играть на релизе, потому что дорого мне игры покупать. Ну, серьезно. Это, во-первых. Во-вторых, я далеко не во все успеваю, во что хочется. Я вот сейчас только-только добил 100% в RDR. Сколько потратил? Часов 100? Да. Ух, сука, блин. Отвлекся. Да, потратил часов. Я думаю, даже больше. И это я еще не получил ачивку там за изучи всех животных и вообще не знаю, когда этим заниматься, потому что это еще там часов 15, наверное, идет. Ден, что скажешь про номинантов на Оскар? Черная пантера достойна или расист? Мне нравится такая посылка вопроса. Какая формулировка классная. Тоже на МГГе дикость и бутся на все черные пантеры. В принципе, ну, понятно, ну, где черная пантера и где, например, Avengers 3. Ну, прям небо и земляжи. Да не, самое смешное, что там, ну, например, какой-нибудь этот восхитительный темный рыцарь Нолана не был нифига номинирован. Ну, то есть, Джокер получил, Хит Леджер, а сам фильм нет. и типа, ну вот, сравни. Так, ну да, но с другой стороны, я вот смотрел оценки и возвращение легенды, последний Бэтмен, он куда выше оценен, чем темный рыцарь, хотя возвращение легенды, это, блядь, санина просто ебучая, блядь, я пересматриваю Бэтменов, я смотрю первого, второго, третьего вообще не касается, что это, блядь, ну, полная параша, но я просто, блядь, не знаю, он просто так надо ебить, снимал этот фильм, что, ну, я тут не понимаю людей вообще. Гэтс, ле 100 рублей, говорил, по три лысину, удачу, дядька дело говорит, ты да, по три градуса вы себе, слышь, слышь, по три. контратаку не делаешь? Я делаю, я не всегда успеваю. Ну, типа, come on, пощадите мои тайминги. Блин, почти. А, у тебя камень есть? А, я вот не понял, кстати, откуда он появился, потому что в прошлый раз это вроде... А, ты, наверное, умер в тот раз, когда заюзал его. Он же, типа, при загрузке там восстанавливается. Ммм, хрен, знаю. Давай, ебаж. Да, вроде выиграл. А, да? Вот. Ну, кстати, я думал, что это будет больнее. Ну, да, ты вообще довольно быстро разобрал их, если вспомнить этого стрекозу, это, например, даже Бальдра первого. Ну, Бальдр, ладно, там я просто дурак и еще не наловчился, но вот стрекоза. Денис, скажи пару слов, почему возрождение легенды Санина, потому что она поставлена абсолютно по-уебански. Там взглянут на какие-нибудь сцены драки, где статисты просто руками, знаете, машут где-то в двух метрах от героя и потом такие подпрыгивают и падают, как будто их ударили и это все... Сука! Это все слишком очевидно, чтобы на это не обращать внимания, потому что сама сцена, почти любая сцена, она вообще ничем не наполнена, они пустые, блядь, поэтому все вот эти косяки, они дико бросаются во внимание. Это вот эти, знаете, танки, которые там танк переделанный Бэтмена рассекал, у него всегда двигалась только одна турель и все. Вот просто их куча и вот у них двигается только одна турель просто на отъебись сделана. Это на отъебись смонтировано, когда, знаете, например, Бэтмен сбегает из той тюрьмы и просто в Готэме появляется в нужном месте в нужный момент, непонятно, как он туда добрался, непонятно, как он нашел вот эту черную кошку, как там, женщину-кошку, вообще нихренно, просто взялся из него. У этого есть одно абсолютно логичное объяснение, он Бэтмен. Но, кстати, слушай, а где ты говоришь у него оценки выше, потому что... Сейчас посмотрю. По-моему, ну, метакритик у него явно ниже, а МДБ у него явно ниже. Темный рыцарь, The Dark Knight и... Dark Knight входит в топ-10 на МДБ. Легенды. Или там было Возрождение легенды, а, Возрождение легенды. Да, он вообще просто Райзис, я не знаю, как он там. Ну, да. Но это точно так же, как Бэтмен Бегинс, а не Бэтмен Начало. Не, но Бэтмен Начало, ладно, там слова хотя бы лишнего нет. Ну, то есть там тоже должно быть типа Бэтмен Начинается. Так. Ну, ладно, да, 8,8, 8,5 у Темного рыцаря, 8,1 у Не легенды, 94 от критиков у первого и 87 у второго, на смысле у второго и у третьего. Ну, окей, хорошо. У Темного рыцаря оценки выше, но не намного. Ну, не намного, но тут я думаю чисто на хайпе, на каком-то вот типа после, после такого. Да, наверняка. Ну, если я, ну, окей, согласен, оценки у него не выше, но они у него примерно на том же уровне, и меня это дико вымораживает. И заканчивая этой, господи, девчонкой из такси, которая, не помню, как ее зовут, вот эта вот сцена смерти потрясающая, такая, как-то наиграна, как-то театрально. Катьян? Да, абсолютно не в тему, она там. Ну, и на самом деле, еще нельзя не упомянуть тот факт, это уже не к теме того, что возрождение легенды хуже, это просто, когда они поменяли прекрасную Кэти Холмс на вот эту вот страхолюдину, блядь. Да, да, вот это согласен, это такой провал вообще. А ты не знаешь, там, по подоплеку, типа, почему? Кэти Холмс сказала, нахер, не хочет она. У нее, по-моему, что-то другое там было в этот момент, съемки какие-то, и она сказала, не хочу. Ну, это очень странно, потому что не сказать, что у нее блистательная карьера для того, чтобы отказываться съемках сиквела фильма. А ее критиковали, по-моему, за первый фильм. В отличие. А просто обиделась? Да, ну, судя по всему. Я помню, это было еще безумно классно подчеркнуто в Темном Рыцаре, когда вот эта вот страшная женщина на приеме, и Джокер выходит такой, а ты красивая. Да, 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 да. А ты Катти Холмс видел, сука? Да, 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 это, конечно, очень смешно было. Там прям видно, что Хитлэджер сам-то не очень верит в свои слова, потому что он еще говорит, у меня была жена, и она была красивая, как ты? Ух, сука, вот, блядь. Так, Иза отдал, на самом деле, нам еще до этого заданатил 300 рублей. Я лучше получил платную консультацию. Макс, еще раз про Энсом. Она пока темная лошадка на рынке, а в марте выйдет столько годноты, что играть в нее времени не будет. Так вот, есть хоть какой-то смысл предзаказать ее, чтобы поиграть неделю по скрипту? Дэн, ты был лучшим в итогах года, орал в голос. О, спасибо. Салат, на тебе вопрос. Слушай, я не возьмусь судить. То есть, ну, мне, мне прям сложно сделать какие-то выводы, о чем я сказал в видосе. Потому что, ну, типа, купите поиграть недельку, на релизе поиграть недельку? Ну, ок, а стоит ли она того? Потому что эта игра рассчитанная на сотни часов. Ну, в самом случае, подается она так. Вопрос, хватит, ну, будет ли в ней это сотня увлекательных часов. Вот, поэтому, не возьмусь судить. Да, годноты выходит много, поэтому тут, я не знаю, сами решайте. А по поводу предзаказа, люди, хватит предзаказывать игры, зачем вы это делаете? Тут, наверное, имеется в виду предзаказ для того, чтобы вот в раннем доступе поиграть до того, как вышла куча годноты, типа вот Origin Access и E-Access вот это вот все дело, они же дают там доступ чуть ли не на две недели раньше. Ну, не знаю, не надо предзаказывать игры, парни. тем более, если вы ломаетесь, если вы не зарабатываете столько денег, чтобы любую срань купить, попробовать, если вам не понравится, ну ладно, немного ты потерял, а если вы прям реально сомневаетесь, тратить ли на это деньги, зачем вы предзаказываете? Подождите, пока обзоры там выйдут, оценки появятся. Да, 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 в этом плане я абсолютно согласен, не торопитесь. Плюс еще есть такая штука, как вот этот вот хайп во время выхода, он действительно есть, он заразный. Ну это потому, что он даже на оценки может влиять, вообще? И на оценки может влиять, и на твое истинное желание в это играть. То есть, ты можешь купить такой на хайпе, а потом запустишь, и что-то такое, что-то не... А если подождать немного, то ты хотя бы будешь точно понимать, оно тебе надо, или это просто вот массовая истерия? Ну так, в принципе, работает совсем и всегда. Тоже ты покупаешь новый айфон, типа, ох, какой он пиздатый, как я хорошо потратил 80 тысяч рублей, а через недельку такой, ну че-то бля... Че-то не... Челкастый блондинчик отправил 100 рублей. Меня больше всего веселит в этой ситуации с метро вспоминать, какими действиями Steam захватывал рынок в свое время. Абсолютно так же. Требовал заведения аккаунта и регистрацию в Steam, убирал возможность делиться диском с другом, потому что привязка к аккаунту, требования к интернету и так далее. Каппа. Но Steam в свое время он стал охуительным местом просто из-за того... Ну, он, грубо говоря, заменил полку с дисками у тебя в квартире. Что у тебя все вот лежит в одном месте. Че б ты не купил, все есть на Steam. А... И, собственно, в Steam можно было купить все, что угодно, и все, что ты покупал у тебя оказывалось в Steam. С одной стороны, конечно, монополия, но с другой стороны, вот смотрите, монополия, она плохата чем? Тем, что, например, в том числе магазин начинает взвинчивать цены. Если бы сейчас не было, например, конкуренции между Nvidia и AMD, то видеокарты стоили бы гораздо дороже. Прямо 100%, потому что почему бы нет, если альтернативы нет? Нет, так это в свое время ровно точно так же AMD-то вообще и появилось. Ну вот. Потому что... Погоди. AMD, AMD. Ну, Атию, Родион, вот это вот все дело. Сейчас, я просто... Процита делают они? Просто у Intel, у Intel, короче, не было конкурента, у них и антимонопольная служба сказала, не, идите в жопу, и появилась, вот, по-моему, как раз AMD. Ну вот, то есть, это же правильно, но просто с другой стороны, смотрите, когда у нас царствовал Steam, даже в те времена для пользователей он был просто охуительным, потому что в один прекрасный момент он взял и ввел региональные ценники. То есть, ну, уж не знаю, с чьей это подача была сделана, но это как раз было в Steam реализовано, что игры у нас, они начали, то есть они же стоили-то раньше, как и в Европе, по-моему. Ну, с чьей подачи? С подачи самого Steam'а, потому что очевидно, что это приносит больше денег. Да, то есть он убедил всех, и он это сделал, и поэтому, и поэтому там такие хорошие цены. Потому что, если бы вот этого не произошло, например, если бы на месте Steam'а все эти годы были эпики, к примеру, с немножко другими взглядами на рынок, то, возможно, мы бы сейчас покупали игры, и, как и последние 10 лет, по 60 баксов, как и в Европе, как и в Штатах. Но Steam, несмотря на то, что он монополист откровенный, он все равно взял это и сделал. Он ввел распродажи, где вы можете повышать. То есть, это была такая, знаете, какая-то антиутопичная, утопичная наоборот, утопичная монополия, от которой, от которой обожали пользователи. А сейчас начинается как раз, появляется конкуренция, очень агрессивно появляется конкуренция в лице эпиков, но мы не знаем, как они себя будут вести. Если сейчас, например, куча эксклюзивов появится у эпиков, и они начнут вести себя, как Sony себя ведет, где и скидки далеко не такие офигенные в периоды праздников, где и ценники европейские, то это может кончиться. Поэтому это была реально такая утопичная монополия, которая сейчас угрожает Epic Games. И вот хрен за это, что это вылезет. Нам остается только ждать. Повлиять мы это все равно не можем. Никакие петиции Ясен Пень ничего не исправят, как и никогда не исправляют, в принципе. Поэтому можем только разговаривать на эту тему. и строить прогнозы. Да не надо про эту борьбу с монополией от эпиков. Они просто хотят побольше денег. Блин, они даже, чтобы Гуглу не платить, решили свой Fortnite распространять в обход Google Play через сайт. Камон, не верьте, что они это делают для чьей-либо выгоды, кроме своей. Мы и не говорим, что они это делают для того, чтобы людям стало лучше. Все это делают для того, чтобы заработать денег. Просто конкуренция и как раз разрушение монополии чьей бы то ни было, это всегда побочный эффект. Ты начинаешь делать что-то, чтобы заработать денег, этим самым ты составляешь конкуренцию другим фирмам, и вот тогда как раз появляется здоровая рыночная система. Мы не говорим, что эпики делают это для народа. Ни в коем случае. Ни в жизнь. Не коверкай наши слова. Дэн, каким айфоном пользуешься? Galaxy S золот, скажи. Девять. Девять. Я никогда себе не куплю айфон, потому что у меня был айпад 4 в свое время, и я настрадал с этим куском говна, поэтому все от эплов идет нахуй. Может быть, куплю айпад, если появится необходимость, но пока что такой необходимости нет. мне не нравится продукция Apple, потому что у них своя закрытая экосистема, а она меня ничем не подкупает, чтобы я в нее влился. тоже верно. не, ну это неверно, это субъективно, но вот у меня такая ситуация. Я с этим согласен. айфон, а че Xiaomi не купишь? Ну, не знаю, у меня типа, когда я покупал телефон, у меня хватало денег на Samsung, поэтому я лучше куплю себе Samsung, чем Xiaomi. Xiaomi топ за свои деньги. Ну, да, я это понимаю, я просто как раз и говорю, что у меня хватало денег на Samsung, поэтому купил Samsung. Как говорится, мы не такие богатые, чтобы покупать китайское говно. чтобы покупать дешевые вещи, но я это перефразировал. Вот здесь вот офигенная музыка будет играть, которая, блядь, мне все время кажется, что она взята откуда-то из пиратов Карибского моря. Сейчас я включу даже. Ха, Джек Воробей? Типа, да, да. Капитан Джек Воробей. Ну, послушаем. Ты дурак? Это твоя папа, или ты получил это от твоей мамы? Она ступая, дурак. Тот! Ты не знаешь ничего о моей маме. О, это правда. Но я буду знать тебя очень хорошо. Ты будет быть моим новым браком. После того, что я закончу убивать твою бабу! Смешно! 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 Ужисть! О, что я буду с ним скрывать! Держись! Ну кстати, действительно что-то было такое Дэн, ты тут? Тум-тум-тум-тум Когда он начал на него идти Да-да-да, есть такое что-то похожее Хотя я прям помню эти мотивы в пиратах Так, ты тут? Да-да, а чё ты не слышишь меня? Да, теперь слышу Я просто потерялся между звуком стрима и звуком дискорда Пугаешь меня Это чувак из мультфильма «Как приручить дракона» Кто? Джеймс Барушиль что ли? Джей, Джей Барушиль Я не помню, не понял Кому эта отсылка Блин, камеру нормально вертеть нельзя Пацан, не умирай Пацан, не умирай Да-да-да-да Особенно прекрасным АКГ наушником в комплекте Но ты мне не пользовался Я помню У меня до этого был Galaxy S5, по-моему И там типа в настройках Была кнопка Зафиксировать Экран, ну чтобы он, короче, не переворачивался Когда ты переворачиваешь его А я типа лежу перед сном Или ставлю какой-нибудь ВКонтакт И лежу на боку И у меня экран Пацан переворачивается Поэтому не приходилось держать телефон вертикально Кровати И смотреть вот так вот По диагонали в него И пока ты не нажмешь этот настрой А новый я купил S9 И я там ее не нашел И я лежал Лежал, мучился, наверное, месяц Пока не додумался Вот этот вот верхний слайдер открыть И там это прям в один клик Ну да Или развлочится А я этого не знал, блядь Я такой Из прошлого Чувак знаете Из каменных веков Времен Galaxy S5 Пришел И не додумался там проверить Понятно Не, наушники, да, хорошие Я вот в них как раз сейчас сижу Ох, нифига Наушники-то, знаете, плохие в России У нас, по примеру, в Новосибире В официальном магазине Давали в комплекте Эти Вот они у меня лежат Как они называются Сейчас вспомню IconX Да Да-да-да Вот беспроводные, которые Я типа сходил в них Пару раз на тренировку Пару раз на улице побегал И левый наушник у меня сдох Я Это их классическая проблема Да Я причем еще до того, как их Ну, я бы их поэтому Я почитал отзывы Перед тем, как покупать телефон Пишут, что левый наушник Дохнет постоянно Но я такой Ладно, халява и халява В магазине спросил, есть ли гарантия Сказали, да, есть Я в итоге взял их Потом по гарантии отдал Мне сказали, что Что-то типа Засорилась Какая-то нахер Мембрана Из-за этого отказал наушник Блядь, что? Да-да-да-да Там, короче Какой-то, ну Косяк Именно инженерский Потому что у нее Нет никакой мембраны защитной То есть, ну Например, из уха у тебя Там, ты когда потешь У тебя там Серый туда попадает Забивается очень быстро И все, и наушник умирает Да Да, поэтому, ну Короче, наушники Они в целом вроде бы хорошие Но вот такой фейл у них есть И это прям надо править В следующей ревизии И удивительно, что они вообще не Ну, не отозвали товар Потому что Ну, это прям косяк Это прям серьезный косяк А, не видишь? Они начали его Бесплатно отдавать В комплекте Ну, это только у вас Далеко не у всех Везде такие акции были Ну, это просто Потому что сами-то по себе Эти наушники стоят 13 гребаных тысяч рублей Да И еще в начале такой Да ладно, вы за 13 штук Отдаете наушники В этом есть какой-то подвох Ну, и вот он, собственно, подвох Четыре раза в них побегал Все пизда наушникам Ну, тих того Я вот сейчас заказал Jabra Elite 65-е активные Вот они Водонепроницаемые Так что В них можно будет Потеть И страдать И что они стоят? Ну, где-то 14-15 тысяч рублей, наверное Ну, так же, походу Но зато Штука-то реально, кстати, пиздатая Оно в ухо ложится нормально Там, первые пару раз Нужно просто перетерпеть Потому что они огромные И они давят немного на ухи Но потом, да Там на каждом наушнике Такое сенсорное управление Пальцем У них своя память есть Поэтому Я раньше бегал Как на улице, когда Ну, летом сейчас я Семь хуй не бегаю Выходишь на улицу У тебя в одних руках Ключ В других руках телефон И из него провод в уши И из телефона Ты бегаешь Музыку слушаешь А в эти можно У них своя встроенная память Что-то типа гигабайта Ты можешь прям туда В наушнике музыки накачать Просто их в уши вставить Без всякого телефона И идти на улицу Прям охуительно Плюс там баба Которая считает По GPS Километры Пробеганы Те там каждый типа 500 метров Говорит Вы пробежали столько-то Ну типа классно Прикольно Прям очень Для тренировок охуительно Если бы не ломались еще Суки Кек 100 рублей Господин Сладкий Ты часто в личке ВК с подпризодой общаешься Ты же спрашивал уже Я же тебе ответил И нравится ли вам Серия фильмов Рокки И новый фильм Крид 2 Я признаться не смотрел Ни Рокки Ни Крид Но слышал что хороший Крид Не ну Рокки то я смотрел Первый И наверное Еще какой то Не то есть когда то я тоже смотрел В детстве Но я совершенно не помню Не ну я первый пересмотрел Уже в таком Нормальном возрасте Потому что было любопытно Че это там Сталлоне Так и взял сценарий Написал Снял фильм Оскар И получил прям Надо глянуть было Но первый клевый А Криды я не смотрел Ну кстати тоже говорю Что хороший Иса Одла 100 рублей За 3 года Прокололся только с предзаказами Мафия 3 И еще чего то там Уже взял ДМЦ И Секира И уверен в них на 100% Предзаказы помогают Не рассчитывать бюджет Когда есть возможность Без труда потратиться на развлечения Я беру что хочу И откладываю деньги Чтобы не потратить их На всякую Фигню Ну Окей Просто я типа не Ну Только разве что Планирование бюджета И потратить деньги Пока они у тебя есть Чем тратить их Когда у тебя нету Но в целом Но в целом все это конечно такое Ну я Дэн будет ли видос про For Honor Нет мы не играем в For Honor Нет мы не играем в For Honor Мега Ну мега жадные Реально они Обновляют прошивку Так что у тебя старый телефон Тормозить начинает Да Ну это ж вообще Это ж просто свинство Вообще ни в какие ворота Чат Денисту часто стримит В скобках присутствует Нет редко Вот только Только разве что С Оладом за последние Несколько месяцев За последний год За последний год Собрались пройти Вот это Ну Да Я Я не очень по стримам Дэн Солод Вот как вам игры серии Saints Row Ни в одна не играл Я играл по моему в четвертую Но Чё-чё-чё-то не мое Мне больше нравится Уровень идиотизма GTA Чем уровень идиотизма Saints Row Он слишком отбитый Слишком несерьезный Дэн как тебе вторая глава В кровь пот и пиксели про Uncharted Не думаю что если бы ее делали не сразу После The Last of Us Она была бы еще лучше Ну Как и все что Описано в кровь пот и пиксели Все было бы лучше Если бы это сделали более грамотно Потому что там Там все же истории про то Как разработчики Превозмогали сложившуюся ситуацию Поэтому Да Но С другой стороны Uncharted 4 и так великолепно Так что чё жаловаться Ну да Я тоже не вижу в этом проблемы Понимаю если по городам Проходная получилась Денис Как долго ты учил английский? Ну вот в школе и учил Лучшего солода бы это спросили Солод сколько учил английский? Ну я не совру если скажу что до сих пор учу Ну да То тоже верно Это такая штука Она не Ну здесь нет потолка Потолок когда сдохнешь А так Ну У меня как получилось Я пошел в садик И шепелявил Меня отдали на курсы английского То есть это с садиков Это в лет пять наверное Я пошел на курсы На курсах мне Ну за год наверное Вбили базу И Поскольку я жил в Эстонии Ну и до сих пор живу У нас здесь с мультиками было туго Поэтому я очень много смотр... Ну единственный канал с мультиками долгое время был Cartoon Network На Cartoon Network все было по-английски И когда мне базу вот эту вбили В шесть лет Сука И сука Я Начал просто копить словарный запас За счет просматривания мультиков А мультики они всегда простые И ты Ну слова которые даже не знаешь Ты по контексту там Ну по чему-то можешь догадываться И оно вот так накапливалось Потом игры В RuneScape играл очень много Там очень много общался Фильмы С субтитрами Смотришь прям на английском с субтитрами С английскими Да, с английскими субтитрами И непонятное слово останавливаешь Лезешь в словарик И некоторые фильмы я мог смотреть По 10 часов Потому что там просто Пауза, пауза, пауза Такая, сука, да о чем же вы тут говорите Но сейчас на самом деле мне кажется попроще В этом плане Можно вывести себе двое субтитров И просто там, ну русские например наверх И в них подглядывать только когда Ну не знаешь, это быстрее Другой вопрос, ну насколько там грамотные субтитры Но такое В общем для базового уровня Это мне кажется вообще лучший вариант Да Соответственно, та же самая история Все по фильмам после школы То есть сроду Я заходил, по-моему я раза три Вот буквально недавно Типа год назад Просто попробовать Оформил подписку В Skyeng Это онлайновая школа Но все это тоже балдежная тема Мне там просто Определили на первом таком Пробном уроке Уровень знания английского Я уж не помню Абард интермедиа По-моему получился И выдали учителя Какую-то девчонку из Украины И мы с ней вот по всякой фигне там Общались в любом эфире Балдежная тема То просто дорого, зараза Типа 800 рублей за урок, по-моему А если с носителем языка То там в два раза дороже Типа 1600 за урок и за 45 минут Но это балдежно Если кто-то хочет учить английский То по-моему вот охуительный вариант А если нету То смотрите фильмы В принципе Английский штука полезная В наших реалиях Особенно если вы Зависаете на ютубах И в игры играете И все вот это вот Весь топ-контент все равно там за бугром Все равно английском Надя 101 рубль Денис, привет Можно вопрос? Тролли, блин Ты часто с 500-ой личкой общаешься А то я фанат большой Когда русских депутитров Мозг переключается на чтение русского И английскую речь игнорирует Ну Так я и говорю Какая у тебя цель? Ты кидай их наверх И не смотри наверх Да, смотри наверх Только когда тебе нужен Гребный перевод конкретного слова Чтобы сравнить Русский-английский текст А так, не знаю Я долгое время смотрел Когда еще не был морально готов Слушай, по-другому Извини, перебью тебя Я же сейчас иду за клинками, правильно? Да Один у меня на спине Все, сейчас посмотрим как раз Как это будет обыграно Вот пессимист Гангуру Пишет для жителей России Куда перспективнее будет учить китайский Как в целом и всем на планете Ну, тоже, кстати Китайский это хорошо Учим английский по роликам Russian Badger Ну вот, кстати, тоже вариант пиздатый Да, вон там Вон там и субтитры сам пишет Почти ко всему Да, понятно Они их просто сняли Ну, хотя бы сняли, знаешь А не моделька сквозь модельку Прошла, как бы он их на спину повешал Телепортационные клинки такие А, Денис, можно вопрос Солоду? Солод, а тебе нужна виза в Америку Как жителю ЕС? Ну, мне нужна Эста Это программа, насколько я понимаю Я, честно, не вникал Но я просто ее сделал и все Это программа для каких-то там ряда стран Но их много довольно То есть там, ну, Евросоюз, по-моему Чуть ли не целиком, а может и весь Это просто разрешение на въезд То есть, по факту Тебя на границе могут не пустить Но без этой штуки Нет, нет Без этой штуки тебя вообще не пустят Ну, ты даже не улетишь С этой штукой тебя могут в страну не впустить Но в целом, ну, как бы у меня пока никаких проблем не было То есть это, ну, не гарантия въезда Но она тебе абсолютно, ну, разрешает въезд Че-то как-то очень странно Но она, короче Ты идешь и получаешь А тебе потом говорят Нет, просто потому что Факью или что? Ну, скажем так Так, эст, ну, вот на сайте эст У них написано Мы, типа, не гарантируем, что вы прям попадете в страну Но эта штука, она разрешает въезд То есть у тебя есть документ подтверждающий Она вшивается в паспорт Ну, паспорт биометрический обязательно должен быть И, ну, как, не знаю У меня пока никаких проблем не было А я четыре раза уже слетал И, типа, эста и эста и ок О, монстры Ой, тихо-ть Кстати, я смотрю, клинки, по-моему, даже не обнулились То есть я достал ровно те же, которые на мне были А, да, ну, прикольно А, да, 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 они прокачаны Там же просто какой-то ржавый кусок говна был изначально Да, то есть они, по факту, просто телепортировались со спины в подпол Да, как и сейчас нужно будет это сделать Ну, да, представь Кратос бы такой заходил в дом, появлялась Афина И он такой попал бы себе А, блядь, а не шуминерси этого ревобыли Я, да, 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 да Тут спрашивают Макс, а как ты выучил русский? Вот что интересно, ты же эстонец Макс, родители же русские Ну, да Ну, это Я из эстонии, но я русский из эстонии Здесь таких много Это как многие не понимают, когда я говорю, что у меня много роднее в Казахстане живет Так ты казах? Да, 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 да Нет, ребят, это просто времена СРГ По глазам же русский, динчо, рыжий казах такой Типичный рыжий казах Блин, о чем так больно бьют Макс, а говорить на английском, как научился? Ведь понимать и говорить это разные вещи Ну, во-первых, не факт, что без запинки Потому что на это нужно время, чтобы перестроиться и прям говорить А так, не знаю Честно, меня самого это очень сильно смущало Долго, типа, я там мог разговаривать, но Никогда не был, там, ну, на тот момент, лет 18-20, никогда не был в Англии Но как можно научиться говорить? У меня, безусловно, есть акцент Я, конечно, стараюсь его как-то... Но в целом, суть, короче, в чем? Что я хотел сказать, я отвлекся, потому что драка Я просто имитирую то, что я слышал в фильмах А в фильмах я слышал очень много Ну, говорю знакомыми фразами, да, типа? Да, 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 типа того Причем, ну, даже фразы это... Фразы это не совсем то, я именно про произношение Поэтому у тебя английский явно американский Да, 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 конечно Но при этом забавно, у меня брат, он тоже, ну, все время Как бы впитывал американский, английский И когда он поехал в Англию, у него был американский Но сейчас уже британский Ну да, естественно Это прям прикольно Кстати, вот как раз для того, чтобы говорить по-английски Это вот в том же Skyeng'е можно вполне заниматься Или там в прочих школах, неважно в каких Потому что ты там созваниваешься И ни слова по-русски у вас не идет Вы просто общаетесь по-английски с преподавателем И он с вами и вы с ним в протяжении соревнований Ну просто раньше не было таких возможностей Ну да Это просто практика нужна Сами, например, не умею нифига говорить по-английски То есть я могу попытаться, но это будет долго с затупами Типа если я у себя в голове фразу продумаю и повторю три раза То я, возможно, смогу ее улучить грамотно на английском И если какой-то тяжелый разговор, то хуй там Перед тем, как вышла юбилейная нарезка Смотрел предыдущие на бум Сплошные жабно-сортирные шутки и оскорбления друг другу Но будь я проклят, если скажу, что не ржу с них каждый раз как лошадь Денис, я соскучился по рубрике Тарантиновские диалоги В одном из следующих она будет Не переживай Ну да, в этом и магия Вроде тупняк, тупняков, так со стороны Всем своим друзьям, которые спрашивают, чем ты вздеваешься Я говорю Я... Новостной дайджест на 100 гейвить Типа, если еще, не дай бог, у меня, если, не дай бог, мать спросит Типа, что ты так что-то пускаешь То, господи, не дай бог, она загуглит когда-нибудь слова Денис Карабашев на ютубе Это будет полный пиздец Ну, потому что, типа, последняя нарезка начинается со слов, типа Подрочил, съел шоколадку, закажу себе коробочку до сегодня Какого хуя? А что ты думаешь, мама не знает, что ты дрочишь? Да нет, ну, просто одно дело Когда сынуля дрочит, а другое дело, когда он об этом на ютубе рассказывает Такие полуобразные вещи Спасибо Астапу за донантик Денчик, мы поняли-поняли, просто кинь ссылку в описании Не, я сказал, любая школа Не, никакой конкретно я не пропагандирую Но это я там так чисто Зашел, говорю, что по тесте Там просто минимум можно 8 уроков взять А так он сходил на 3 и сказал, остальные мне Заморозьки или спеши-ка мне, фокусы, вообще Потому что, типа, я слишком стар уже, чтобы учиться Там делать какую-то домашку, писать какие-то эссе Ну, нахуй, я слишком ленивая жопа для его Блин, вот опять не успел контрудар сделать А вот сейчас успел Денису лично Спасибо Вся суть в описании в личке ВК Во-первых, спасибо за донат Ох, ох Короче, мне тут в личку написали целую поэму Но это я потом прочитаю Сука, чушу, что-то так много-то стало Ну, вот, чувак, мне походу какие-то книги рекомендуют Или говорить, что он вот Тайпэн Тайпэн я читал Рон Крыс читал Гайзин Кто бы меня ударил? Гайзин не читал, нет Ладно, чувак мне просто расписывает этого Клавала Ну ладно, я потом прочитаю Клавал клевый, клавал мне нравится Клавал пиздатый Все бы он особенно, прям в душу запал Ну, что там, Карамышев к яму, Солод красив Карамышев трезвый Солод потный Ты же вроде там подмышки смазал себя А толку? А Макс свободно перемещается по ЕС и СНГ А как ты, кстати, в Рашку уезжаешь? Виза Да, это вот забавно В Америку, ну, ЭС-то, ладно Ну и один раз делал, и она действует На срок действия паспорта Там в Лондон не надо По Европе ничего не надо В Японию даже ничего не надо А? А почему в Лондон не надо? Ну, они в ЕС и были Сейчас мы не знаем, что будет Но до этого не надо было Гражданам ЕС Вот Поэтому будем посмотреть Ну, а в России, да В России нужна виза Это прям фейл Денис, спроси у Солода Много ли фразовых глаголов он знает И как часто использует их в речи И насколько часто их используют носители языка Ты лучше пример сразу приводи А то я не очень силен в терминологии Ну, это, наверное, всякие типа To make out Когда у тебя make делать, аут наружу А make out это целоваться И вот это вот все А, эти Ну, слушай, некоторые вещи я использую Причем я помню на меня Не помню уже где это было Но на меня очень странно посмотрели Ну, такие типа Ну, по мне же понятно, что я не английский И когда я сказал I'm a sucker for Что-то good game Или что-то вроде так Ну, я не помню Там про какую-то игру речь шла И разросло За хорошую игру Просите Камон Блин, ну сейчас какой-то вообще фейл был Я вроде даже блок поставил И меня ваншотнули У меня же вроде жизни еще много довольно было Ты их что-то колупаешь дольше, чем муди вот этого Да, песец Ну, тогда у меня этот был Сука, я опять нету чекпоинта между ними Да вы охерели Они просто девятого уровня Вылезли такие, скотины Сука Ну, че там ты Отсосешь за хорошую игру Да Ну, блин, нет Это не так I'm a sucker for Это, ну, типа Я слаб Я падок на Ну, там Какие-то То есть Ну, я сказал там I'm a sucker for RPGs Или А, I'm a metric RPG RPG По-моему, про это там было Вот И на меня тоже посмотрели Типа Нихера ты формулировки Типа Фигач Ну, это Это просто скопировал Увидевые фильмы, да? Да, да, конечно На самом деле в песне Но суть Дело не меняет Артемка 100 рублей Просто поддержать Сладкого и эстонского Викинга Это я сладкий Эстонский Викинг Я сладкий Викинг Это эстонский Викинг Спасибо, Артемка Не, тогда бы было Сладкого и эстонского Викингов Ну, это у нас тут Не сильно люди Задуряются С грамматикой Так что Шучу, докопался Да, сука Блин, типа Вот я получил клинки Которые у меня и так были И я начал страдать Ебануться, блядь Это, блядь Да Вот настолько я Star Surgeon Что? Денис трезвый Срочно исправить Не, я тогда, короче Когда выкал-то И на следующее утро Проснулся после бутылки вискаря И поехал на день рождения подруги И там сидел, короче Весь вечер пил Че это? Я только не пил Только не алкоголь Короче, меня сварили Как-то долбоеба Потому что Горячий шоколад Латте Просто какой-то чай Жрал там Ну, пидор, короче Ой, извините Вместо нормальных отбивных Жрал там сидел За эти эти Яблочные штрудели Короче, да Друзья, вы засобневались В моей сексуальной ориентации В тот вечер Потому что я Ну, я не мог Я не могу два раза подряд Бухать Я как этот Не помню Кто там у Дудя рассказывал Никогда не попаду в запой Потому что На утро после пьянки Я не могу пить алкоголь Лучше Вот это вот Опохмелиться Это Это не про меня Галли Кес Отправил 100 рублей В школе было хорошее Пригношение При этом плохо понимал Сейчас понимают Но говорю плохо И с жутким акцентом В плане акцента Однажды была забавная штука От нефиг делать Дурачился Говорил на русском С английским акцентом После этого Было легче говорить Без акцента Словно размял Нужные мышцы рта Но там же Правильно Скал переключаться Ж надо между ними Типа на это Уходит время Если ты Неопытный Демагог На иностранном языке Оратор Сука Че-то Сложно Стало С этим Например Это Беда Когда я каждый раз Ищу компромисс Ну искал Сейчас я его же вроде нащупал Но это В тех же инфарктах Компромисс Особенно когда Глеб Нас Костей заставлял Произносить Андромеда Как Андромеда Типа Mass Effect Андромеда Костя в итоге Его нахер послал Сказал Иди в жопу Еди в пусты И вот и говорить Андромеда Когда ты Говоришь русский текст И там английский Название То у тебя Вот это вот Начинается Как подпевете От одного К другому Да В любом случае Звучит Неорганично Когда ты Бла-бла-бла По-русски По-русски Кейт Бакинсел И дальше Обратно Как-то глупо Сейчас вроде Уже превращался К такой хорде Но все Ладно Перестраиваться Сука не успел Анклзи Кстати Денис Спасибо за совет Сиджи Насчет итальянцев Маэстро Открыл Объясни В чем разница Между зеркальным И голографическим Прицелом Ну Зеркальный Если я сейчас Ничего не путаю Маленький Компактный С зеленым Треугольничком А Филографический Огромный Блядь На полэкрана Который Типа Обзор Перезараживает Какая разница Типа Там вообще Разница между Прицелами с кратным И прицелом без кратных Чисто в форме Выбираешь Как у тебя удобнее Все Можно игру Чуть-чуть потише Загрушать голоса В экшен-моментах Один человек Что-то написал Ну в целом Учитывай, что ты сейчас Я сам послушал Давай Ну типа да Игру можно Много потише сделать И ты когда Прочатку Таноса Врубаешь Нам пиздец Ну она да Она какая-то прям Могущественная Сука Сука Гетцели 100 рублей Кстати Авиаскария Денчик Какой предпочитаешь Я предпочитаю пила Я вообще На самом деле Не люблю Абсолютно Любой Крепкий алкоголь Начиная с вина Поэтому я пью пиво А крепкий Это когда ты просто Стоишь Как я в тот раз Купил Я стоял Просто ждал Пока мне принесут Блок сигарет И такой Стою Ну красивая бутылка Джека Дэнилса Ну похуй возьму Скол и смешаю Чисто Чисто маркетинг Сработал Знаете Это Как называется Фигня Не маркетинг А Вот Когда выставляют В правильном порядке В правильной форме На витрине магазина Эргономика Нет Не эргономика Сейчас В чате напишут Я забыл слово Как эти люди Называются Которые Которые Все это выставляют По правилам Короче Вы меня поняли Блин Я прям бегаю И жду Когда Перезарядится Сверхспособности А то Че-то прям больно Типа Вспомнить Мерчендайз Да Мерчендайз Вот это слово Вспомнить Времена Когда мы глушили Там у подруги В школьные годы На квартире Чистый спирт Который там Держала ее Мама Врач В квартире Но Уму непостижимо Как мы этим занимались Да господи Вообще Да у вас так много Это постоянно Да пизец И опять заново Да идите в жопу Ну че-зак Ну вот тебе правильно Пишутся Вот как во всех Сложных моментах Не меняет тактику А ждет пока Повезет пройти Меняй тактику Да на что Я меняю Здесь рикошетами Контур ударами Побольше А то ты мне не пользуешься Стоишь В очень нужный момент Даешь по щам Да их тут так много Я не успеваю Там один Сразу другой Подбегает Дэн спросил у Макса Сколько в Эстонии Русскоговорящих А сколько эстоноговорящих Это как часто тебе Приходится говорить На эстонском Да если Ну в Таллине Вообще можно Спокойно на русском Обходиться А так по статистике А тебя там не отпиздит За то что ты по русски Четишь Нет А как Как Эстония же вроде Далеко не самая Толерантная Страна Евросоюза По отношению Знаю По моему Вполне себе Толерантная Здесь так много Русских Что всем Насрать вообще Прокачайся Потом тебе Говорят Как у Макса Поди все прокачано Ну да Я даже не знаю Чего вкачивать Скиллы Все прокачаны Ну что-то прям Да больно Короче Латвия Пишет Нетолерантная Но даже Насколько я помню Не Латвия А Литва На самом деле Не Ну в Литве Не так много Русских А Латвия Да Она такая Там закон Проект Очень странные Принимаю Денис А я Пустые Трудности Перевода Начала Еще Больше Английским Увлекаться Я просто По себе Скажу Это Здорово Мне нравится Что Такой Эффект Оказывают В выпуске Оказывали Используй Глаголы Правильно Как Говорил Джейк Сайли Рано или Поздно Приходится Проснуться А правда Что эстонцы Говорят Так Как Рассказывают Уж не знаю Ну да Да В целом Вася Это подтвердил А что это значит Ну Примерно Вот так Они Капарят Ну Сложные А не Некоторые Буквы Там Не В камень Врезался Ша Например Вообще Не Могут Сказать Хотя У них Есть Буква Ша Но Как То Слова Они Не Могут С ними Складывать Ну Ну Начались Типичные Просьбы Типа Скажи Что На Эстонском Пожалуйста Ну Ой Подожди Я могу Лапуек Моно Питто Муцепица Я не помню Сука Я забыл Как там Как там Пошел В пизду С прошлого Слива Да Просто Ты так Классно Минопутти Минопутти Да Я Я помню Лита Поек Причем Чтобы Тогда Я так и не Поняли Что Зачать Лита Я помню Поек Ну Да Неужели Фух Наконец-то Во Видишь Тактику Сменил Сразу Вообще Тренин Чары Пошли Я Но Я Видел Как Ты Контур Ударять Начал Да Брось Два Раза Ударил Это И то Случайно Это На Два Раза Больше Чем После Преды Трай Нет Ты Че Там Куда Мне Ретерн Тур Сейчас А Ну Камушек Блин Я куплю А толку От камушка Если Пацана Нет Без Пацана И Жизни То Ой Блин Карта Не Открыта Че Так Непривычно А Есть В Эстонии Игрострой На Удивление Оказывается Есть Но Игры Говно Да Я Не Знаю Потому Что Я Ходил Что В Прошлом Году На Выставку Игр Здесь В Эстонии Ну Совершенно Конечно Маленькое Такое Локальное Мероприятие Очень мало Людей Ничего Там Серьезного Нет Но Две Разработки Были Одна Две Минимум То есть Может И больше Было Но Я Вот Две Помню Одна VR Игра Какая Причем Она Уже По-моему В Стиме Продается А Одна Только Готовилась Это Такая Драчка С Любопытными Механиками Вот Мне Прямо Интересно Довели Они До Конца Доведут Поэтому Какой Игрострой Есть Но Не Это Не Прям Масштабный Серьезный Ты Тут? Дэн 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 Денис Ээээ Так Сорян Пока Солото Увлечено Рассказывал Я пошел Простуду Из носа Выжить Ты Напугал Меня Блин Ты Предупреждай Хотя Но ты просто начал такой спич, я подумал, что тебя перебивать, и я отбегу под шубок. Слушай, не, лучше перебивай. Я мысль, наверное, не потеряю, а тебя потерял. И чатик тебя потерял. Да, вижу уже. Паника в себе началась. Что тебя на сегодня смотрят? Много народа. Да? Да. Ну, ты можешь сказать, сколько? Да. Я решил драматичную паузу выдержать. Та-дам. Ииии? И все, 1200. А. А, ты не услышал, что ли? Ну, я услышал, но 1000 что-то там, мне 1300 показалось. Ну, спасибо, спасибо, что вы с нами. Значит, это кому-то еще интересно. Сухо! Здравствуй, Мимир. Пользуясь случаем, хочу передать привет Мимиру. Собственно, привет, Мимир. Кстати, Денис, Максим, вот Мимир. Это имя или фамилия, или кликуха. А? Или великаны брали случайные названия окружающей действительности себе в качестве имен. И жили какие-нибудь великаны камень да селедка. Но Мимир, это, кстати, не великан. Мимир этот, понаехавший араб какой-то. Но Мимир, это имя вроде. Они ж не это... Ну, у них фамилии там, вот, Тор Одинсон. Сын Одина. То есть, отчество. Ну, по-моему, без фамилии. Так, а куда мне надо? Я что-то про... Денис, сколько ты хочешь весить? Не знаю, 80. А вешу 100. Он потеплеет, начнется... У меня же, блин, и так... В детстве хорошо было, ты был одинаковый. Потому что ты вел активный образ жизни. Пенал, мяч. Ходил, бухал с друзьями. Всяким занимался с подругами. Это не про то, какое-то детство? Или... Не, все. Ну, детство, в смысле, школьный. Ну, тот, типа, 9, 10, 11 класс. Вот сам а то. И ты все время был одинаковым. А сейчас... Летом ходишь, бегаешь, занимаешься, выглядишь нормально. Зимой мороз, дубак. Даже до магазина лень дойти. Сидишь дома, никого не видишь. И жиреешь до сотни. Потом начинается весна. Опять идешь, худеешь. И так каждый год. И мне это дико напрягает. Есть такое. Ну, на самом деле, детство было прикольно в том плане, что ты... Даже если ты жрел, то ты при этом еще и рос. И поэтому жир на тебе, ну, не успевал оседать. Хотя, ну, на мне успел в какой-то момент, потому что я начал усиленно набирать вес вместо роста. Но все равно, как-то это работало. А сейчас, да, сейчас, конечно, Атас. В Эстонии нету KFC, а мне очень нравится KFC. Да только это и спасает тебя от Синтнера. Ну, на самом деле, да. Да, потому что я сейчас вот в Лондон съездил, три раза сходил в KFC и просто жесть. Я такой жиробас. Дэн, а ты за год 20 кг сбрасываешь, как? Ну, не 20, конечно, я там где-то... Ну, типа, подожди, летом я весил что-то типа 88, наверное. Да как, ты просто бегаешь и все? Если ты... Ты даже во время бега и тут приходишь, короче, в тренажерку, ты на весы встаешь, 93. Пробегаешь 10 км, встаешь на весы 92. Просто килограмм он моментально уходит. Просто, конечно, уже потом уйдешь и обратно себе это все отъедаешь. И... Но если ты регулярно бегаешь, то все хорошо у тебя. Это же, в принципе, тяжести, так сказать, не надо, просто чтобы похудеть. Просто худеешь неправильно, потому что у тебя в первую очередь уходит мышечная масса, а не жир, так всегда. Поэтому вот эта беда, когда спортсмены сушатся, все равно нужно тренироваться постоянно и много. Потому что иначе ты... Все, что ты себе натренировал, ты потеряешь быстрее, чем жил, ты потеряешь свой. Но это я так, это я от темы отошел. Просто если ты ведешь активный образ жизни, то ты жрешь и не толстеешь, потому что калории тратятся на все, включая там ходьбу до работы и обратно. А я-то сижу дома за компом, и вон с друзьями там раз в 3 месяца как-нибудь выхожу в бар, и то в баре я, блядь, пиво пью и отбивные жру, поэтому... Тоже ничего полезного. Дэнчик, это вода уходит. Но это понятно, она все равно же уходит. Да не, на самом деле, если хотите прям похудеть, в основном случае со мной это очень сработало, в 25, я исхудал просто кошмар. Ты приходишь в качалку, качаешься, ну как просто вот обычная тренировка, и обычно после тренировки, я не знаю кто как делает и чё, типа идешь в душ, не в душ, 15 минут бегаешь. Просто вот в конце тренировки у тебя уже сил вообще нихера нет, а ты 15 минут еще заставляешься и бегаешь. И вот это организм после физических тренировок, у него уже энергии нет, он такой, блин, надо жир, короче, топить, а ты ему еще бег даешь, кардио. И он такой, сука, давай быстро топим жир, потому что мы сейчас сдохнем. И ты реально ощущаешь себя примерно так, как ты сейчас сдохнешь, но килограмма уходит просто жесть. Да, так и надо. Просто я не бегаю после тренировки, я бегаю до тренировки. Ну вот, а если... Десятку пробегаю где-то, наверное, за час с лишним, а потом уже там на часе его остается, гантыльки потянули. Не, ну я же тебе говорю именно способ, чтобы похудеть прямо. Да, то есть, если вот хочешь похудеть, для меня сработало кошмар, как я прямо из-падала. Нет, тогда она работает в другом порядке, КПД, возможно, разные, но, типа, у меня это тоже работает. Ну да, да, я в смысле эффективное похудение. Все, короче, уже попытался пропихнуть идеи. Короче, в любом случае, чтобы... Если вопрос стоит так, как он встал в чате, типа, как похудеть, то, ну, надо кардио делать. Или не жрать. На самом деле, я когда в электрике я похудел, но там и четко тебе... Короче, я просто, просто перестал сжирать. Это абсолютно неправильное худение, но я ел, типа, один раз вечером дома. Все. Или с утра выпивал кофе, шел на работу, вечером возвращался домой, один раз съел, причем, ну, не то, что много, не обжирался до пиздеца, до боли в животе, а просто ел, ушел спать, и я за месяц, там, что-то килограмм 13, по-моему, скинул. Но это просто перестать есть, и все. Не, ну это неправильно. Это ты потом очень быстро, мне кажется, наберешь. Ну, наберешь, когда снова осядешь. Ну, перед компом. Короче, если вы ведете здоровый образ жизни, ходите куда-то постоянно, какое-то хобби есть более-менее активное, типа, там, того же, там, не знаю, скалолазда, не вот этого, как оно называется. Ну, когда ты, блядь, приходишь в тренажерку и по стеночке вверх поднимаешься по камешкам. Скалолазание, по идее, называется, нет? Он же скалодром брать. Даже, в принципе, если половая жизнь регулярная, то набрать вес довольно сложно, потому что это дело, оно тоже калории сжигает только так. Как говорит, самый приятный способ похудеть. Ну, не знаю, по-моему, это только для женщин работает. Ну, смотря на сколько ты бревно, это работает. Ну, хрен знает. Всех скинул. Никуда не хожу и не толстея. Значит, мало ешь. На самом деле, некоторые люди просто мало едят. Это же проблема, да, вот, как пишут некоторые в чате, типа, проблема вес набрать, когда-то, ну, не привык столько жрать, чтобы вес набрать. Ну, это есть такое, да. Журу постоянно, я привык много есть, поэтому проблем нету. И что-то жует уже. Мандаринки. Вот, мандаринки, они хорошие, мандаринки. Их можно много жрать. Ну, там, да, из самого простого просто... Из самого простого просто... Если чай, кофе с сахаром пьешь, исключи сахар. Это-то как, капец, как заметно станет, и очень быстро. Да, вот, я только ради этого купил себе, на самом деле, кофемашину, потому что я люблю, типа, нормальный кофе пить без сахара, а растворимый кофе без сахара пить, ну, боже. Да, боже. Поэтому я взял себе кофемашину, и сейчас вам сижу, кофе без сахара глушок вытяну. Чё-то перчатка слабая какая-то, блин. Ещё я для себя недавно открыл сметану, потому что... Короче. Варишь себе немного курицу, валиваешь на сковородку, и раньше я чё-то, я это дело потом просто заливал водой и томатным соком, чтобы хоть какой-то бульон получился. Ну, и получалось, типа, съедобно. Я ж так, вообще не кулинар. А тут, короче, почитал, что можно сметану юзать. Сметану туда вбухал, так охутино получается. Можно, но сметана жирная. Ну, относительно, да. Всё всё равно не жирнее майонеза, поэтому. Не, не жирнее майонеза, это чистый жир. Но всё равно это не то, что ты хочешь есть, если ты худеешь. Ну да. А я зимой не худею, поэтому похуй. Типа, вон, температура опустится, хотя бы до нулевой отметки. Вот тогда уже можно будет ходить. Пока что буду отъедаться до состояния Лёни. Недавно открыл сметану. Сколько она в холодильнике состояла тогда? Ну да, ты так сказал. Мне тоже показалось. Так я недавно открыл сметану. Какие охерительные новости от Дениса. Я живу на растворимом кофе без сахара. Я конченый, что ли? Не знал. Ну, я не говорю, что конченый. Просто я типа, ну, дико невкусно. Ну да, в 2019-м о вкусах спорить в интернете. А к творогу как относитесь? Ну, он невкусный, но полезный. Да, мне нравится. Да. Бле. Ну, и во-вторых, это же белок, на самом деле, чистый. Ты им особо-то не наешься. Ну, смотря какой. Можно чит опять рассказываю? Творожный крем. Он с сахаром, поэтому с углеводами получается. И для набора масс вообще идеальная вещь. Ну, для набора масса... Он и вкусный, и жир... Сука, и убили меня. И нажористый, и калорийный, и вообще топ-кек. Прям идеальное сочетание всего. Пачка сигарет в день, кофе почти при каждой сиге. Равно изи похудение. 2,20 чашек кофе в день. Это, конечно, перебор даже для меня. Терпеть не могу творог уже. Ну, на самом деле, с чем же ешь? Меня, например, типа с детства приучали есть его со сметаной, но там еще и сахар. Потом прочитал, что можно с йогуртом, но по факту йогурт, это, скажем, сметана. Только если йогурт не сладкий, тогда можно со сметаной и с сахаром, одна хуйня. А он тот же Серега наш, который качман-то, он ест с медом творог. Я типа вообще не знал, что это законно, что так можно. Ну да, че нет. Или даже с вареньем. Да, вполне вариант. Любой подсластитель, чтобы пресности вылупить. Просто это ж сколько надо туда меда въебашить, чтобы творог, ну, перестал быть сухим. Потому что мед, то он все-таки тоже достаточно густой. Это не сметана и не йогурт. Можете стрим на паузу поставить, а через 15 минут вернусь, скажу, урок. Но ты это, отметь время, потом в записи посмотришь кусок. Сахар лохи добавляют. Надо аренья добавить. Ну вот не знаю, вареньем тоже как-то. Ну, варенье. Варенье, оно ж просто пиздецки сладкое. Но оно, потому что если тут сахар достаточно вбухает, то оно протухнет. Поэтому оно дико сладкое. Прям какой-то перебор. Еще супер идея глистов себе подсадить. Ну да, конечно, такой себе вариант, но действенный, конечно, да. Если мед норм, то одна ложка заменяет три сахара. Ну, кстати, да. Я по этому поводу, помню, читал, типа, в меде больше углеводов, но они полезнее, потому что сахар-то это, в принципе, абсолютно бесполезная для организма хуйня, которая целиком тебе в жир просто перерастает. А в меде куча всякого, поэтому, типа, ты вроде как калорий потребляешь больше, но они усваиваются организмом лучше. Что-то у нас прям бьюти-блок какой-то начался. Вообще не говори пиздец. Ну, Кратос в форме располагает. О, господи, пишут нам. А, ведь раньше продавали таблетки с личинками глистов. Реально люди так худели. Не знаю, мы вот это какие-то там простые для вывода из организма глисты. Был какой-то случай скандальный в Америке, по-моему. Чувак продавал капсулы с глистами. Типа, для похудения. И народ покупал, и действительно худел. А потом, когда выяснили, каким образом, его там судили, ну и вот я не помню, чем все закончилось. Потому что, по факту-то, он никого не обманул. Это были капсулы для похудения. Ну, это, типа, оказалось, что все равно, что-то продавать пистолет для самовыпила, да? Ну, не знаю. Короче, хитрая такая схема. Да, прикольно, мне прикольно посмотреть, что будет антиполя через 50. Это, опять же, вот к этой все гиперионской и прочей научной фантастики, когда уже можно будет без всяких зоопар кучу сделать в себе всего, чтобы быть красивым, худым и сторонным, заплатив какие-то условные 10 тысяч баксов. Сейчас же уже потихоньку к этому двигаемся. Вон, типа, 250 тысяч долларов, как шнуры. У тебя идеальный новый зуб. Но зубы уже давно делают. Мне кажется, просто с течением времени стандарты красоты обвиняются, потому что, посмотри, что сейчас вообще происходит? Что сейчас считается красивым? Это что вообще от аст? А что? А ты про что? Не знаю. Всякие там силиконы, надутые губы, гигантские сиськи, перекачивающиеся... Блин, силип... Этот... Руки-базухи. Не, мне кажется, это фрики. Это не то, что... Ну, они все равно считаются стандартом. Да, но они настолько популяризируются, что люди, мне кажется, начинают все равно считать там где-то красивым. Ну, мне кажется, тут естественный отбор в сили. Я, конечно же, со своей колокольни сушу. Я очень на это надеюсь, потому что, блин, ну, это что вообще жизнь. Да. Так, понятно, его надо мочить. Ох ты, сука. Ну, типа, да. С другой стороны, так-то посмотреть. Мэрлин Монро достаточно пухленькая. Оказалось, это секс-символ своего времени. И не так уж давно это было. Сейчас такого тебе уже не простят. Это же старые нормы. Солод застрял в 90-х нулевых. Да ладно, в 90-х нулевых у всех не было таких накачанных губ. Может, я, конечно, не особо был сведущ в те годы, чё нынче в моде. Но, по-моему, такого не было. Ох ты, сука. Скорее, глядя на всех этих фриков, появляется желание быть непохожим на них. Ну, вот я как раз, да, я считаю, что, типа, адекватное общество, оно и воспринимает это как антимоду, а не как мода. Но, опять же, сужу по себе, поэтому уж не знаю, насколько правильно это делать. Ох ты, сука. Победительницу Евровидения, вспомните. Нет, Евровидение — это отдельный цирк с конями, на него равняться смысла нету, мне кажется. Типа, ту грань, которую сейчас пытается переступить Оскар, она была Евровидением преодолена уже достаточно давно. В жизни сохраняются. То есть, есть чекпоинты посреди битвы с боссом. Это прям... Да, причем это странно, что они в некоторых боссах есть, а в некоторых нет. Надя пишет, как там у меня появляются щеки, интернет мне этого не прощает. Вот и приходится все время чуть-чуть худеть. Ну и где там пышные формы у Монро? Ну, я не знаю, фотки за гугли. Не, ну мне кажется, там Монро не очень-то пышка. Ну, она в сравнении, типа, как сейчас, господин, вспомнить, наткнулся недавно, какая-то Хельга. Хельга Ласкетти. Сука! Вон, типа, в инстаграме зайдите, и сейчас я Монро на гуглю. Ну, кстати, да, Мерлин Монро не такая. Какие-то фотки я, типа, давным-давно видел уже, и она была не самая стройняша в мире. Ну, положим. Короче, какая разница, почему мы это все вообще ведем. Денис, на Оскаре в этом году хотя бы только Черная Пантера в прошлых годах похуже было. Но не знаю насчет только. Я, короче, за брутфорсю сейчас его этими чекпоинтами. Ну, ты брутален. Мне нравится, после битвы с боссом, когда выходит этот бров, он у тебя забирает клинки, заходит за камень, если посмотреть за камень, видно, как он просто его моделька исчезает. О, все. Изи. Вот сейчас зайди, посмотри, когда он тебе клинки отдаст и уйдет за камень, просто на него смотришь, и он такой. Нету Брока. Кроти. Сколько мы стримим? Два часа. Два. Да, кстати, уже пол игры получается прошел, насколько я помню. Я надеюсь. Раз тебе выдали клинки. Сейчас я открою свое прохождение. Сухая. 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 он приходил, а тут нет. Прочитаешь донатик? Да. Сейчас. God of War английской. Так. Да, да, ты уже получается, прошел так. это у меня был восьмой час, а всего 11. Короче, тебе осталось... ты уже процентов в 60-70 игры прошел. Ура. Так, донатики. Илья, 100 рублей. Спешу поделиться своей радостью. Отлучился от вашего стрима и наконец-то полностью прошел без гайдов и подсказов Return of the Obra 1. Хорошего стрима. Красавец. Молодец. А ты не проходил The Obra 1? Нет. Вот и я тоже. Пиксели, хуиксели. Слишком сложно. Ну, я смотрел видос от этого GameMakers Toolkit, который назвал лучшей игрой прошлого года. любопытно было посмотреть. Ну, вообще, чувак, крутой. Это что, с прохождением или это ревью, типа? Ну, это больше ревью, конечно. Просто он объясняет, почему это лучшая игра и в своем стиле объясняет, почему она охерительная с точки зрения дизайна, левел-дизайна, гейм-дизайна и вот это все. Еще один 12 рублей. Забавное совпадение. Не две лет, недели две назад я глянул на Тростенюка и, как ни странно, Кратоса. В то время начал проходить игру и записался в тренажерный зал. Нанял тренера и теперь три раза в неделю тягаю железо с кардио в начале и в конце. Не думал, что герой игры и жирный пидор вдохновляют меня на такое. Нормально. Да ладно, мотивация странная. У всех работать по-разному. Главное, чтобы не иссякло через две недели, как это обычно бывает. Не зря же тренажерки продают свои абонементы по самой выгодной цене, типа на год сразу вперед, потому что знают, что 80% людей проходит туда четыре раза и забьет. А у тебя, кстати, сколько стоят тренажерки? В Эстонии или вообще в Европе? Да по-разному. Типа минимум абонемент будет тридцатку стоить в каком-то таком паршивом за 30 евро. Тридцатку что? 30 евро в месяц? Да. В нормальном полтине где-то. Но это еще нормально, потому что я помню, Вася рассказывал, что у них там в Иркутске просто пиздец какие-то конские цены. Он когда озвучил, я охуел там типа блять, вот я сейчас не помню, еще не 18 тысяч рублей, хотя у меня в голове 80 тысяч рублей за месяц крутится. предположим, пятак минимум. У нас в Новосибире ты блять за 700 рублей себе можешь взять месячный абонемент, но без тренера я с ним хер, тренер отдельный дороже. Не, ну пятак это сколько? Это 70 евро? Ну, у нас есть такие качалки и такие, но есть, но он решит минимум. А, он не рассказал, я типа охуел. Дорогое удовольствие в Иркутске в тренере. Да, там видимо все толстые. в Германии за 20 евро видел, он пишет Штейн. Ларенко Дарк, Ларенса Дарк. Я так и знал, что если стукнуть по клавиатуре, тут же вы вывалитесь на Твиче. Вы хоть представляете, хоть мысль у вас есть, сколько я вас ждал. Удачного стрима. Спасибо. Блядь, вы хоть представляете, хоть мысль... А, ну да, все, я вспомнил, это из этого, из Гадо Форрера это цитата. Думаю, что-то знакомое не могу спомнить, что. На Game Maker Stalkit недавно наткнулся на топовый канал, даже со своим перфектным инглишем понимаю, о чем речь идет. Да и ведущий очень интересные вещи рассказывает об играх, которые не замечаешь. Всем советую, в общем. Экси, так и не смотрю. Не очень клево, чувак, прям. Game Maker Stalkit. Game Maker Stalkit. И то, что это одна тысяча, но вот, блядь, как обычно, у людей с интересным контентом мало. Слушай, у него Patreon. И у него на Patreon там тысяча двадцать спам в месяц. Неплохо. Ну, хоть это радует. Ладно, десять тысяч в месяц, сейчас у него. Ну, неплохо, да, типа, хорошие бабки. Так-то. Ну, вот приятно, да, что, что в современном, современном обществе такие затеи. Я, конечно, там не смотрел, но я, типа, представляю, что это такое. Не, очень крутой, я боюсь, когда это, ну, я натыкался на него, но как-то все не затягивало настолько, а потом в один день сел и просто все вообще залпом. Весь канал за, там, я не знаю, ну, за вечер. Прям очень хорош. Я так за Бэджора радовался в свое время, когда он долго-долго, многие годы занимался Battlefield'ом и когда вышел Сидж, он такой, типа, Ха, Сидж говно, предрекаю ему судьбу, как у Titanfall'а, типа, первые две недели люди будут говорить, ой, как это инновационно, а потом вообще забудут, что эта игра когда-то существовала. И у него, он делает охуительный контент, кто не знает, зацените за Russian Badger по играм, просто он делает вот не нарезки тупые, как я, как многие те же Сиджеры, просто, типа, угорают. Он прям полноценный такие, типа, сейчас уже даже 20-минутный обзор этого какого-нибудь оперативника со смехуёчками, с юморком, с охуительным монтажом, с пиздатой постановой, то есть со всем говном очень интересно подходит, очень весело, во время батлы. А потом он такой, ладно, ребят, признаю, я был не прав, Сидж заебись, начал делать по Сиджу и сразу под 500 тысяч просмотру, у него было, скажем, по 300 тысяч просмотров на батле. Сейчас уже у роликов по Сиджу по 2 миллиона, подписчиков тоже стало там почти под 2 миллиона. Охуительно поднялся. Прямо рада него. Блин, что-то я запутался, а куда? По Жи В.А.Ком. До этого мы говорили про Game Maker Toolkit, а сейчас про The Russian Badger. Куда ты идешь, тебе говорят. Да вот я что-то затупил вообще, куда мне идти? Что-то простое, типа, тебе не, что-то вот, ты на мостик все поднимаешь, тебе не на мостик, тебе дальше. Мне назад, но я почему-то... А-а-а, короче, да, я дурак. Я дурак, я дурак, я дурак. Денис, Хукен, естественно, Капкен. ACG тоже хорош канал. ACG это че такое? Не знаю. ACG. Тоже можешь что-нибудь про дизайн? Ну, похоже, так же подписчиков тоже, вообще, как-то как-то сразу бородатый мужик в камеру со мной говорит. Хм, прикольно, у него на Патреоне написано сколько патронов, но не написано, какая сумма собран. Бывает. Интересный поход. Там спросили, подписался человек, спросил, буду ли я Валькири проходить и Муссельхеймы. Нет, только сюжет. Типа, камон, я не хочу, я и так страдаю. Причем, даже не ради платины. Дэн, Макс, вы не знаете, зачем в RDR2 нужны маски? Я точно не знаю. Маски, чтобы скрывать свою личность? Ну, когда грабишь там кого-то, да. Я просто сейчас на 100% когда добил, мне оставалось буквально там только выполнить испытания бандита, и там последнее пять раз ограбить поезд, что-то, ну, пять поездов, в общем, надо ограбить подряд, там, что-то ни разу не умирая, или что-то вроде того, и, блин, у меня это просто самое смешное вообще было ограбление в моей жизни, потому что я садился в поезд из Валентайна в Эмералд Рейндж, доезжал до туда, шел в последний вагон, крал оттуда эту банку с персиками, и это считается за ограбление поезда. Вот, я выпрыгиваю, бегу сразу на... покупать билет, и еду назад в Валентайн, и опять же выхожу в последний вагон, хватаю персики, и опять ограбил, и так пять раз. Дерзкий наличие. Вообще просто. У Дениска там кола или пивас. У меня тут бат, кофе и караченская. Уж не знаю, что из этого вы слышали. Ну да, что-то вот это там пшикнуло. Блин, что-то раньше сейчас вон шутнули в спину, у меня уж почти вроде полной жизни были. Чечи, это голос доносит из моих колонок. Ну, как написано в названии Солода и Карамышева. Все так. Ну и немножко кратус. Роль Кенни играет Солод. Да, надо. Я попытался приблизиться в вебку. Господи, это было, я сейчас увидел это в стриме, это было крипово. Ну, прям как Кенни. Караченская, если что. Да я знаю, что караченская. Просто мне караченская приятнее произносить. А пить? Как-то привык пить караченскую. Самое охуенное чувство в мире. Как говорится, секс это, конечно, хорошо, но вы когда-нибудь пили караченскую. Какой у тебя херовый секс был. Такой вопрос личного характера. Во сколько лет вы осознали, что детство кончилось? Вы повидали немало и начали ощущать настоящую ответственность. Просто некоторым моим друзьям по 25, а они ведут себя как дети. Сидят у мамах на шее, а другим 18-19, и они работают вовсю. Ну, у мамы на шее я не сижу, но детство не кончилось. Как раз в Бухаре с друзьями обсуждали нам уже под 30 днек всем, а мы типа 10 лет назад думали, что 30-летние люди такие взрослые ответственные. Я думал даже не взрослые, а старые уже. Такие прям все солидные, прекрасно понимают, что делают. Полностью отвечают за свои слова и действия. А вот я вас умаю, все мы дети. Ну, да, тем более люди, которые в игрушки играют. Какие-то взрослые. Короче, не почувствовали еще. Вообще нет. Тело только стареет. У Макса не за горами кризис среднего возраста, а он еще почему не за... Наоборот, он прошел. А, ну да, тем более. 25. Дэн, напиши в Ютубе Russian Badger. Ладно, Кирилл, что мне надо выдаст? Russian Badger. Окей. Че там? Это меня показывает. да? Да. Это, наверное, потому что там в один прекрасный момент, в один выпусков, комментарии, начали любить в духе Russian Badger и, видимо, YouTube эти самые комментарии по поиску алгоритмов. Солод, после Крошпоты Пикселя не захотелось я тебе купить Стар Дью Валли или Лопатного Рыцаря? Я просто выпал за неделю после книги в Стар Дью. Нет, не захотелось, слава богу, потому что можно было... Мне, я нагуглил, посмотрел, как она выглядит, она меня просто не зацепила, но было интересно узнать, что это, но играть нет. Я говорю, я не успеваю во все играть, во что хочется, и поэтому он его в пень. А что, меня опять откинули на самое начало? Да ну нахер. Ну, песец. Почему Russian Badger Russian? Он Russian? Нет, я помню, он в каком-то из видосов, по-моему, с ревилом своего лица рассказывал про это уж, не знаю, насколько это правда, но просто в один прекрасный момент сел, говорит, мне нужен классный ник. И я даже не знал, с фантазией плохо, я не знал, что выбрать, поэтому я решил объединить в одно две самые ужасающие, не ужасающие, а две самые грозные, короче, страшные вещи, которые знаю, это русские и это барсуки. А, не барсуки, а как они называются, такой спорит баджат, а не барсук, разве? Я был уверен, что барсук. Нет, этот. Вот это такая, есть еще типа европейские. Сейчас я просто буду. Суслик? Ну я был уверен, что барсук реально. Ну да, барсук. Блять, а с кем я тогда его путаю? Не знаю. Бивер? Бобер? Нет, не бивер. Ну да, получается барсук, просто я почему-то по фото считал, что это не барсук. Короче, две самые страшные вещи это барсуки и это русские, поэтому вот The Russian Badger. Просто там типа прикол-то в чем барсуки европейские, которые похожи, знаете, на этих с виду безобидных животных из Far Cry, они это такие, достаточно нормальные, а американские барсуки, как раз, которые подразумевал, это такие, блять, взгерошенные машины для убийства, на которых страшно смотреть. Ну вот это вот такая разница между двумя видами. Вот, медоед, да, медоед, вот я про него подумал. Но типа как раз медоед, это по-моему нормальный такой, сейчас, забыли, медоед. Да, медоед вот такой, у которого белый верх, черный низ, это нормальный, а американский барсук это такая прям тварина, блять, страшная. Ну и вот. Как к саладу доктор кто? Я только начал и что-то это вообще не то, что я ожидал. Я ничего не знаю про доктора кто, я знаю, что есть такой чувак в Тардисе летает и реинкарнирует, ну судя по всему, из этого, из сезона в сезон, ну или там, в ряд сезонов. Но я почему-то всегда думал, что это какая-то такая довольно серьезная научная фантастика, а это что-то кеки какие-то, чвеки, и у меня вот такое совпадение ожиданий, что мне пока не нравится. но я совсем мало посмотрел, буквально там первую серию и ты не до конца. Я вот сейчас буду к выходным готовиться. Та же херня, только я не планирую смотреть доктора кто. Я не хочу смотреть сериал, в котором 45 сезонов. Даже начинать, какой смысл? Бэджера вообще можно смотреть не очень хорошим английский, смогу хоть чуть-чуть орнуть. Хоть чуть-чуть сможешь, тем более он большую часть диалогов с субтитрами пишет, как нормальные западные ютуберы, которые понимают, что их не только носители языка смотрят. Но в целом у него все с дикцией заебись, в целом у него дохуя этих всяких каламбуров и жаргонных выражений, да и мемасов местных, американских, поэтому можно этой темой проникнуться. Просто открываешь Urban Dictionary и вбиваешь туда то, в чем ты не понимаешь прикола. Там реально дохуя просто мемов, которые непонятны русскому человеку неподготовленному, типа там и прочих. Ребзя, как вам третий сезон Труд Детектива? Я не смотрел. Нет уж. Я после первой Труд Детектив, он просто охуительный, абсолютно божественный, а я потом посмотрел первую серию второго сезона и такой, блядь, я даже, типа, досматривать не хочу второй сезон. Уж первый начинался прекрасно, но показывали двух главных персонажей, оба из которых харизмой ебашат направо и налево, а второй сезон начинается, там нам презентуют, блядь, героев 15 и ты такой, блядь, нахера, это что за каша, на кого мне смотреть, что, кто все эти люди, что в них интересного и нафиг. Третий даже не начинал. Я только первый смотрел, второй даже не трогал. О, та же история. Денис, а ты Совет в Омбе не смотрел, в случае, нет, не знаю, кто это. Третий как раз ближе к первому. Кто там играет вообще? Махершала Али. Махершала Али? Что это? Это актер. О, господи. А второго или там только вон один типа? А я не помню. Да ладно. Блин, какой долгий. О, он Анкла Аарона озвучивал через вселенную Чёрки-паука. Вот это да. Вот это совпадение. Фарга смотрели, первый, второй сезон офигенный, третий скучный очень. Ну, с Фарга та же история. Я посмотрел первый сезон, который вот с Фреманом. с Фреманом, и с Соло, помогай. А кто там ещё был? Не Бениссио Дель Торо, а такой же Билли Боб Торрентон. Фига у тебя такой же. С двойной фамилией. Но нет, это просто потому, что вот эти вот сраные двойные фамилии. Вот этот охуенный. Я даже посмотрел потом полнометражку, но полнометражка мне понравилась меньше, чем сериал. А я полнометражку первый смотрел, на первый сезон зашёл, а второй я даже не помню. А второй я тоже смотрел. Да, да, второй я тоже посмотрел. Но он был похуже, но тоже, кстати, по-моему, неплохой. Я уж просто плохо помню. Мне просто не нравится вот эта вот тенденция, когда ты, ну, абсолютно начинаешь рассказывать другую историю под тем же брендом. Там, возможно, типа, продюсеры те же самые, шоуранеры те же самые, но я чувствую, что меня наебали, потому что я полюбил, например, первый сезон вот за этих персонажей, за эту историю, а тут мне отдают других персонажей другую историю. Типа, зачем? Какая связь между первым со вторым? Почему вы не назвали его по-другому? Почему это всё так же Фарго или всё так же Труд Детектив? Ну, потому что там события вроде... Хотя нет, в Труд Детективе даже, наверное, события не там же происходят. В Фарго, по-моему, просто плюс-минус там же. Да, в Труд Детективе там где-то вообще в другом месте. Но в целом, да, я согласен, мне тоже такой подход не близок. Я его не хочу критиковать, потому что, ну, он по-своему тоже интересен, но не мне. Плюс вы. Посмотрел Марли и кекнул с шутки. Твою девушку зовут Кеа, брось её и найди девушку с именем Мерседес. Это же апгрейд. Да, был такой прикол. Макс, ты продолжил смотреть Коня Боджека? Нет. Может, из Ведьмака получится годный сериал? Ну, я очень на это надеюсь. Всё-таки туда вливаются бабки, туда вливается Супермен. Почему нет? Мне просто, это же, типа, неспроста, что многие хорошие актёры, полнометражные актёры играют в годных сериалах. Они могут себе позволить выбирать, ну, то есть, не сниматься во всем говне подряд, а выбирать что-то хорошее, чтобы сняться в чём-то хорошем. Поэтому доверия в любом случае таким проектам больше. Типа, вот, после того, как Генри Кевилл согласился играть в «Ведьмаке», мои надежды немножко подскочили. Слушай, там тоже всё всегда такое себе, потому что бывает... у нас всегда есть «Movie 43», в котором актёрский состав... А «Movie 43» — прикольный чё? А «Movie 43» — прикольный чё? Я пакетал. Ну, ты пакетал, а зрителя нет. С «Movie 43» — «Movie 43» — всё типа понятно было по промо. Туда люди поугарать пришли. Да, но просто настолько звёздный состав. И вот такие вещи тоже бывают, просто они обычно выливаются уже после релиза. Я не говорю сейчас конкретно про «Ведьмака», я не знаю, не углублялся, но просто бывает такое, что актёры соглашаются, снимаются, потом получается полное говно, а через пять лет всплывается, что у него там контракт был и он был обязан просто. Да. Такое тоже бывает. В Голливуде не всё так просто, конечно. Сузука спрашивает, Кавилл хороший актёр? Ну, о том, хороший он или нехороший, каждый может судить сам, но факт в том, что это дорогой актёр. И это, я говорю, актёр, который обеспечен контрактами на годы вперёд и он может себе позволить выбирать. Например, тот же этот. Тот же этот? Господи, без лица. Траволта? Николас Кейдж, Николас Кейдж, да и Джон Траволта тоже. Они сейчас уже нахикер никому не нужны, поэтому они не могут выбирать. Поэтому, если в каком-то фильме снимается Джон Траволта или Николас Кейдж, это вообще ни разу не показатель того, что этот фильм достоин хоть какого-то внимания, потому что они сейчас снимаются в любом говне просто, чтобы выживать. А если какие-то хорошие актёры снимаются где-то, то, ну, значит, им захотелось там сняться. Не факт, но вероятность высока. А если им захотелось там сняться, значит, наверное, что-то хорошее в этом есть. Тоже далеко не факт, это не всегда работает. Ну, скажем, доверие тому же... Блядь, почему я забываю все имена, когда начинается эфир или подкаст? Просто капец. Кто там играет в новом Spider-Man'е? Джейк Джилленхол. У него как бы фильмография охуительная. У него, в принципе, ты и родители богаты, и родители у него с подвязами в этом в Голливуде, поэтому, в принципе, в чем бы он ни снимался, это хорошие фильмы, по большому счету. Может, за парой исключений, конечно, но если в каком-то новом фильме снимается Джейк Джилленхол, то это как минимум звоночек к тому, что надо задуматься, стоит этот фильм посмотреть. То есть, вполне вероятно, что стоит. Вполне вероятно, что это годнота. Актёр клёвый, но не всегда он в годноте снимается. Ну да, бывает исключение, в любом случае, но по большей части мне нравится то, где он играет. Мне нравится то, как он играет, где бы он ни был. Это тоже, да. Вот как актёр, он прям, да, вообще шикарный, и по нему Оскар прямо плачет. Просто пока... А вот так и не получил еще ни за что? По-моему, нет. Подходящая картина до сих пор не было. Но, справедливости ради, я с ним много чего не смотрел, но и в стебле номинации, вроде как сейчас он мне кино позже показывает. Номинации, по-моему, были, да. Лучшая мужская роль второго плана, понятно, горбатая гора. Вот горбатую гору я не смотрел и не буду. А вас в кино заставляли посмотреть в «Любину». Да, но я ее и до этого смотрел. Слушай, ну такая, если ты... Короче, это на самом деле хорошая драма. Просто она про геев. Но драма хорошая. Но про геев. Тут просто очень сильно, да, вот этот момент, он очень сильно зависит от того, понравится тебе фильм или нет. Если ты гомофоб, то, ну, ясен пень, тебе вообще это смотреть нахер не надо. Если ты хоть, ну, хоть чуть-чуть можешь, то... Потому что, ну, у меня очень сильно разнились впечатления от моего просмотра, потому что, когда первый раз я посмотрел, я такой, о, господи, Джокер, короче, насилует принца Персии. Как вообще... Что это такое? Как это смотреть? Это можно в синопсис выносить. Ну, да. А второй раз, когда уже для кинологов мы смотрели, я, во-первых, ну, как-то стал более толерантным, ну, просто потому что, не знаю, взрослею, наверное, старею. И, ну, мне понравился фильм в целом. То есть, да, понятно, он про геев, я не смог его прочувствовать. Я... Как это сказать? Я просто не понимаю искренность гейских отношений, то есть, мне их... Я могу их только попытаться понять, я не могу их прочувствовать. И вот, на попытаться понять фильм вполне зашел. Ну, да. Ну, я, я как бы не особо гомофоб, я там обожаю Нюла Патрика Харриса, например, и ничего, ничего против него не имею в принципе, когда он где-то там за кадром сосет чужую письмо, но именно смотреть на геев полтора часа у меня нет ни малейшего желания абсолютно. То есть, я против них ничего не имею. Кстати, да, извини, я не согласен. Вдруг там кто что, надо уточнить. Не геи. Консервы, а бисексуалы. Окей. То есть, там все-таки женщины есть в Горбатой горе. Да там в том суть, что они оба женаты вообще. Вот это поворот. Окей. Да, ну у нас, да, у нас были очень такие смешные тоже разговоры на тему того, как раз в кинологах обсуждали. Считается ли вот изменой, если твой муж ушел к другому мужику, ну или ты хотя бы переспал с другим мужиком? Это так... Мне не очень нравится, куда... Ты сам сюда завел. Ты сам сюда завел, но на самом деле, кстати, Горбатую гору-то прокатили на Оскарах в том году, когда ее номинировали. А хотя она была более чем достойна. Тем более со всей толерантностью. Ну давай, да, давай лучше вот Мистерия. Мистерия. Паука, жду, да, хочу посмотреть. Не, Паук, я уверен, будет клевым. Хотя, хотя я не могу отделаться от впечатления, что чем дальше в лес, тем более пресным становится Паук. Ну как и все Марвеловская. Я бы... Мне не понравился второй Паук с... Гарфилдом? С Гарфилдом, да. Мне тоже. Потому что он был какой-то дико-дико абсурдный, прям с перебором. Но, тем не менее, Гарфилд в роли Паука, он был, как по мне, попизже, чем Холланд. Я вспомню хоть... Да, чем Холланд. Я вспомню хоть одно имя сегодня. То есть, я бы, я бы с удовольствием посмотрел, как бы дальше развивалась серия Пауковская с Гарфилдом. Потому что этот прям уже такой вылизанный Марвеловский получился Хамкарпмен. Но в этом плане да. Но, ну, да, как Паук мне Гарфилд тоже был поближе. Но меня не раздражает Холланд, и это тоже хорошо. Да, это прям здорово. Я когда в первый раз услышал, что взяли какого-то там Холланда, я почему-то себе в голову вбил, уж не помню почему, что это чувак, который играл в игре Эндера. Помнишь этот фильм? Аса Баттерфилд. А там был какой-то, а там был какой-то абсолютно мерзотный блин пацан с какой-то не киношной внешностью. Внешность у него не киношная, но как он играет, блин, мне очень нравится. Я вот совершенно не помню, я помню, что он в этом фильме мне дико не понравился, и я такой, блядь, что они творят? А потом оказалось, что это Холланд, другой Холланд, не тот, про которого я подумал. Ты вообще не про Холланд, я подумал, его зовут Аса Баттерфилд. Да, может быть, я просто читал новость, что он пробовался на эту роль, что его рассматривают на эту роль, но, короче, это было для меня облегчением. С Гарфилдом, кстати, охуенный фильм, мне прям дико зашел, прям дичайше, этого. В Гарсезе. А, мне нужно 5 секунд, чтобы вспомнить тебе, тогда его вспомним, Мэлла Гибсона, но я забыл назвать. Да, одну Хексу Ридж по соображениям совести, да, 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 он такой, любопытный. Вот просто, вот, вот, вот умеет, умеют, и в частности, Мэл Гибсон умеет, как оказалось, снимать вот патриотичное военное кино, что у нас, у наших, у современных, не получается абсолютно режиссеров, у российских, хотя казалось бы, тема Второй мировой. Копай, не хочу в ней. Но вот тот, тот прям охуенный, прям, прям супер. Ну, он такой, у меня немножко он развалился на 3 части, потому что он вначале прям... Он так и есть, как и цельнометаллическая оболочка. Да, да, он вот очень, очень на нее похож, особенно у Чепка, и у Чепка это прям вообще один в один. И прям чувствовалось, ну, мне во своем случае, во время просмотра, как Мэл Гибсон хочет уже, давайте уже, давайте уже взрывать, 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 и хочу с перестрелки, чтоб мясо и кровяка, потому что там прям начинается, там прям начинается такое мясо вообще. А вот этот мне что-то не очень зашел, снайпер от... снайпер от Ковбоя, Зе Ковбой. Клинт Эстфуд? Клинт Эстфуд, да. Снайпер про... Американский снайпер? Да. А мне очень понравилось. Я помню, что меня выбестило... Обычно меня такие вещи не волнуют, но меня вот... Ну, потому что, типа, если весь фильм интересный, то неважно, что там в конце произошло. Вот эти, знаешь, на черном фоне, как развернулась судьба, да тут меня прям что-то дикое-то подбесило, потому что меня, в принципе, бесит, когда люди снимают фильм, основанный на реальных событиях, и потом на черном фоне описывают, как дальше сложилась судьба, ну, типа, зачем. А там просто чувак несколько раз летал в Ирак, выжил, вернулся, фильм заканчивается, а потом тебе на черном фоне пишут, типа, а потом его сбила машина, короче, спустя 2 дня. Нет, нет, ты че? Ну, там что-то такое было. Нет, его застрелил чувак, которому он помогал реабилитироваться. Да, да. Это не показали. Ну, это такой же идиотизм. Это не показали, написали, ну, типа, зачем вы показали историю, остановите историю, зачем вы мне портите впечатление вот этим вот... Нет, в американском снайпере меня это не выбесило, меня это выбесило в богемской рапсодии, потому что показывают, как он Фредди Меркери просто на лайф-эйде, это считается там величайшее вообще рок-выступление в истории, а Квинов так вообще топовое, и он заканчивает на песне We Are The Champions, и прям видно, такой вот чувак прям вообще просто взорвал этот стадион, в переносном смысле. И тебе на черном фоне такие, ну и вообще-то да, там лет через 9 он сдох от спида. И ты такой, серьезно, вы на такой охерительно мощной ноте вроде бы закончили, и на черном фоне мне тут начинает, короче, я просто такой, че? И это, блин, номинант на лучший фильм года, а лучшую драму Золотой Глобус он получил. Вот там меня, да, меня это бомбануло. Вот так вот. Ну как бомбануло, впрочем, ну не то, что бомбануло, но с Эштон Кетчером, когда вышел, про Стива Джобса. Тоже я думал, ну, мужик уже умер, но покажите вы целиком, а там, блин, реально сиквел снимать надо. Потому что там полжизни просто еще показывать надо. С другой стороны, от Соркина зашел, хотя там тоже не до конца жизни, но у Соркин просто волшебный сценарист. А что там у Соркина? У Соркина... Игра Молли или что? Не-не-не, про Стива Джобса. А, я не видел. Фильм Стив Джобс с Майклом Фассбендером про три выступления. Там, ну, фильм болтологический, такая вообще театральная постановка, по факту перед тремя какими-то презентациями Apple и заканчивается все на том, как он, по-моему, iPhone вручает, ой, iPhone этот, iPod. Он говорит, типа, дочке своей, что сделаю я тебе штуку, которая будет вмещать там в себя 300 песен. И на этом заканчивается. Но, блин, там он настолько круто написан, он настолько классно сыгран. Ну, Соркин просто как сценарист, он вообще боженька. Пишет очень складно, очень хлестко у него диалоги, прям, ну, то есть, это не Тарантино, это прям, это Соркин. Это прям вот свой жанр. И с ним фильм, конечно, ну, в смысле, где он сценаристом был, получился в разы лучше, просто он уже нахер никому не нужен был спустя там 3 года после смерти. В отличие, да, от Фредди Меркери, который умер 3 месяца назад. Блин, кстати, тут вчера, ну, я уже слышал этого чувака, Марк Мартел, по-моему, чувак поет песни Квинов, и он очень, реально очень похож у него голос. То есть, он перепевает песни Меркери, но при этом прям, прям вот очень реально. Копирует. Да, да, очень похоже. И топовый комментарий под его богемской рапсодией написано не умирай больше. Нормально. Что-то я тут видел про Спайдермена. А, если вы не знали, Пауков новых тоже делает, финансирует и продвигает Сони, как и Гарфилдовские. Марвел только купила право вписать его в MCU и получает деньги с мерча. Ну, в таком случае тоже довольно странно, хотя, может, Сони решила подстроиться. Но я это заметил, причем я это заметил случайно, даже не потому, что Сони вначале красуются надписи, а потому, что этот фильм есть в Нетфликсе. Хотя там нету вообще всего Диснея. Вообще нету Диснея, блядь. Меня это дико бесит. Но да, каким-то образом Сони все еще держится за паучка. Ну, что, скоро Дисней купит Сони и начнется. Дисней скоро купит все. Включая Штаты. Это вероятно. Будут Соединенные Штаты Диснея. Слушай, а этого Джобса Соркин ставил или он только сценарий писал, потому что Молит он, по-моему, режиссер. Молит он и режиссер, Валда. Ой, не там нашел. Денис или Макс, вы смотрели Несломленный? Я не помню такого. Что это такое? Блядь. Несломленный. Забублю. Unbroken? Этих просто не столько было. Там вот этот неуязвимый, неоспоримый, блядь. Ну да, напомни. Сейчас, посмотрим. Что-то знакомо. Unbroken. С Джейком Уконнеллом, Доннеллом, Глинсоном. А, фильм Анджелина Джоли. А, не, не, стой. А, да, смотрел. Да, смотрел, смотрел, точно вспомнил. Ну, он был норм. Норм. Вот прям реальный гене. Номинации на Оскар, на всякие второстепенные. Были, у него номинации, потому что он такой, ну, прям Оскаровское кино. Но, я уж не помню, ну, что-то мне там показалось, как это недокрученное, что ли. Ну, честно, блин, тоже плохо помню. Помню, что смотрел. Да, помню момент, когда он там бревно держал на руках, помню, как он бегал, помню, как самолет валили, помню, как Анджелина Джоли жаловалась на съемки, потому что они... Максу по телефону. Да, не, ну, там интервью была, круглый стол, этот Hollywood Reporter, и она говорит, блин, ну, я, типа, не режиссирую фильмы, а тут режиссер, и я сцену на воде, короче, съемки на воде, сделала первой, и там весь стол просто такой, ну, а стол режиссеров, они такие, как ты, типа, вообще, не отказалась после такого от съемок, говорят, очень напряжно было. Здесь мы, кстати, сейчас зашли в эту кладовку Тира, и есть теория, что Кратос это Тир, или Тир это Кратос. Потому что Тир тоже путешествовал по разным мирам как и мы то есть он был в дальних землях как и мы и и и и чё-то там было еще но там вроде вроде тиртая няшка и все его любили ократос это не самый харизматичный человек во вселенной чилик чек не сходится ночи теория ой дайте ка цену посмотреть им от страна линка но ты ты опоздал я поздно прочитал и он тоже бог войны но а давай он не ради уры тюр но просто 10 тиром называют а я не помню как он опять же это вот для меня какой-то неизвестный бог я не не помню такого ну да на самом деле я я я знаю все мифологии по-хорошему только тех кто то у марвел оба туда до 1 тор локи все хотя я прочитал скандинавских богов нам лечит отсутки впечатлилая книжка какая-то реально но просто детские рассказы американских я не читал не знаю что американский надо сериал смотреть а сериал есть до хороших да ну правда не про это насколько я понял тир одноруким был и в целом он скандинавское отражение ну вот он еще одноруким было на фреске в конце игры спойлеры ой убили меня не буду воскрешаться что же ты знаешь про хэлло хэлло это смысле хель которая сука сука пепченко 100 рублей денис можешь объяснить почему люди которые пол жизни отдали на индустрию игр как кулаков или фен клепки другие стабильницы играют на таком низком уровне в отличие от тебя и до 1 у меня это в голове не укладывается почему на низком уровне куда вы знаете типа то то что то что в стримах это стримы они два раза скилл притупляют попробуйте сами то поймете потому что ты отвлекаешься на все подряд тупишь головоломки разгадывать это вообще пизда полная когда ты еще в эфире с людьми общаешься что ты отвлекаешься на все и не особо следишь по поводу того кто как играет именно в экшене тоже очень сильно отличается как играешь в оффлайне как играешь в стриме тем более я играю это в игры не меньше чем кулаков или фен или глеб мы все тут с детства по любому в игры рубимся поэтому такое со сомнительное заявление сомнительная фактика денис смотри американских богов там есть сцена где баба вагиной пожирает мужика но все продал чудо это первой же серии отлично даже весь сезон не придется смотреть на шишки надо смотри еще один пишет надо смотреть американских богов там минут на 20 сцена секса двух волосатых арабов с кульминацией в конце так я надеюсь арабы это не два мужика вот тут ничего не могу сказать это этого не было в первой серии а потом крупным планом как какой-то араб сосет у другого все вагина короче сразу же обесценивается нахуй то терял извини я не знал уже уже не стрейлер да какого хера блин чего такие крепкие давно драк не было давно не умирал забыл как играть вспомнил что никто из-за редакции sg не играл ура от курты имеешь ввиду паер если да там по-другому пишется если нет то я например не значит такое куда за натик чтобы вы наконец-то с ней ознакомились никто из сг не играл пьер 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 как чистый ты знаешь такую игру на не паер только знаю если речь про паер тогда играли в нее но тот же ваня наверняка для по-моему играл если про пур дайте на метакритик посмотреть что за пур пьюр пюре 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 но не вижу это по игру привет денису цветный знак привет максов это знак привет чать привет руссков это гонки на квадроциклах говорят гонки на квадрик не знаю звучит учитывая что я нигде не вижу этой игры звучит как какой-то инди поэтому обращайся к глебу свои они у нас аркадный симулятор гонок на квадроциклах созданный black rock studio и выпущенный компанией disney interactive studio в 2008 году что-то дремучая солод кстати не хочет dmc после проходить а то как-то рьяных поклонников серии не наблюдалось на сг а на чгк он проговорился что играл вот все кроме третьей ну кстати еще кроме четвертый первый второй проходил у меня даже платина в третью нет dmc играл но что-то не то а как я же блок поставил сука но видите я же страдать буду в dmc нахрен нет надо а то тут ты прям а тут я уже платина выбил здесь уже ради вас страдания дорогие зрители да и вообще я не ожидал что на самом деле это будет полное прохождение так стоп в третьем сезоне фарка играл юмин макгрегор да вот это да причем его там вот посмотреть его там двое по моему нифига себе вот это вот себя и брат свой выиграть сша я смотрел получается вот это весомый повод посмотреть фарка в отличие от этих ваших арабов сосущих друг другу письки макгрегор пиздатый да на раскроенном тайну маккавеева почему скрывать свою личность скрывает скрывает не знаю не интересовался там еще мэри элизабет уинстод играет опаньки и мэри элизабет уинстод тоже люблю она классная хотя я видел кому только в крепком орехе если это счета парковая думаю на дочку этого играла я не помню но мэри элизабет уинстод была в скотт пилигрим была в да это она до фенга на было да еще в этом убивает меня ловер филда здесь не видел классно да отлично да кому он блин ну все с чего вас так много мне прям нужен какой-то узкий проход от у меня что окружаются всех сторон не нравится и никого не получается столкнуть юзари пацана тебя напоминают да я юзаю я время от времени фигачу в этими молниями которые вот вороны макгрегор с уинстод были парой но потом разошлись это смысле и орал что возможно поворот еще думаешь там все друг друга перетрахали и впереди всего этого хоровода как оказалось скотюха бакенцилова сегодня до конца проходите вниз ты больше не придешь в ближайшее время но я не думаешь сегодня до конца дойдем да я тоже не думаю с такими-то темпами меня убивают просто как тем более мне блин у меня в 6 утра вылит по ним поспать еще да кому он так я понял больше блог больше блог используем вообще-то она замужем и не за убиваном но на этом на но то так то и макгрегор женат уже сто лет но тут на речи написано что она в разводе на кинопоиске я конечно не сильно слежу меня больше интересует что она няшкой все с кем она там в данный момент встречается мне не очень интересно стоп а она играла в последнем орехе где она там играла на журой только только сынуля в кадре был по-моему ты же сказал про орех нет но я милду четвертый орех а не последний который в москве 4 это где они бегали по вашингтону может быть я не смотрю в четвертый орех да ты чё что ты там еще тимоти воли фанты играл так то есть показаны прям клёвый но я просто шептует шоп тебе это памяти как-то сложилось шепт образ себя составил про что речь не я в целом то так ну условно помню но плохо как тебе ребекка фергюс тандем ну вот такой такой мимолетный силе в селе брите краш я словил когда посмотрел миссия миссию до миссия на пиздатая атака с ним больше ничего не видел особо она его в аэропорт провожала в орехи пишут но вот тогда понятно да значит начали на процент и все слава богу не не сильно запачкалась этом говне но 4 орех клёвый он еще в духе старых плюс-минус нам экшена правда побольше да камон сука душу спас так много то и ничего вас не берет нормально блин походу пора прокачиваться как-то потому что совсем тяжко да ты просто всю игру по ходу проходил ничего не собирая новые предметы вот теперь огребаешь составом шмотом в четвертом сбивают вертолет машиной да да ты что-то там голыми руками брусвиллис самолета сейчас сбивал какой-то истребитель угарный фильм и как он маги q там сбросил в шахту лифта тоже прикольно и машины сверху придавил маги маги q где-то типа бэгинью да я уловил денис от рыбку включишь а то потный сорт вызывает диссонанс да нет пусть потный сорт вызывает диссонанс один потный диссонанс потный диссонанс вызывает солода блять поговорили про фильмы естественно мне захотелось пересмотреть один единственный гравитацию есть вещи которые не меняются что-то модно что-то выходит из мод для что-то вечно вебченко еще 100 рублей и еще вопрос ты меликом сказал в одном из прошлых стримов что после того как расстался девушка засел дома стал интровертом пошел работать на изгене уже ли эти отношения так сильно по тебе ударили ты всегда был такой прожизи да нет я всегда был интровертом просто тут обычно то я в любом случае ходил на нормальную работу учился в нормальном заведении общался с людьми а тут появился повод сидеть дома поэтому я я сел дома поэтому людей не вижу больше это как бы не отношения на меня так повлияли это просто сг на меня так повлиял потому что вот гравитация проходняк и живут а так все в бан полетел нахуй сука как сложно ладно с банами пешь погорячился ну тайна лет не ты ты попал вниз от район пацан так говорить я только зашел до стрима тут они опять про гравитацию говорит как говорится ты не интроверт а чмо зашел ганами да почему вполне нормально себя чувствую на тех же сходках и в принципе в компании людей я и не социофоб я мне просто комфортнее вот так вот как сейчас зашел ганности тут нет никакой в целом денчик разы говорю про гравитацию как я человек на луне а я не смотрю я очень избирательно подхожу к боёпикам потому что если я не слышу о них чего-то прям сверх восторженного я их не смотрю потому что боёпики унылые даже тот же ароновский которого я обожаю снял вот этого рестлера это просто унылая параша который мне смотреть абсолютно неинтересно бывает конечно хорошие причем их много то она рестлер был мне так и плов ну просто на фоне всего астана фоне фонтана на фоне черного лебедя на фоне но я это слишком приземленная но ни одной ложиной но и я обожаю охуенно займу вот сам что ну в том числе конечно же займу вот он в том числе на самом деле из-за этого пацана который я уверен если если бы пацан как его зовут напомню который играл в какой-то еще как раз экранизации книжки типа гарри поттера но не гарри поттер да я понял что за пацан за кэфрон или другое нет нет господи не за кэфрон но и но сейчас логан лермон я уверен если бы в гарри поттере играл логан лермон гарри поттер был бы гораздо лучше потому что редклифф ебучее бревно у которого постоянно какие-то конвульсии на лице происходят не сочетающиеся с происходящим логан лермонтовчик в целом все вот это вот аранов сарская плюс еще потрясающие дженнифер коннелли удано кроу тоже в порядке и поставлена классно сочно красиво музыка лентоман салата всегда охуительно очень дико атмосферное кино прям безумно нравится блинду ну не могу я пройти это место что-то и диск как заход этого мальчика мальчик бои меня что максим максим савадилов спасибо за мальчика мне еще 30 лет почти я паспорт показать могу от 89 даже до больших старше меня не обижайся денис пишет человек который оскорбил гравитацию он просто ты любишь так много всего плохого типа кары гравитации и арановский что трудно тебя не подкалывать нужны зачем вам арановский не угодил я понимаю чему чем кому-то может не угодить кара за гравитацию я тебе это когда-нибудь за баню но арановский то что плохого сделал кому-то ну шо ж такое-то сука я не могу пройти это место да прикинь а чем но это закончился просто времени не было досмотреть последние 30 минут после высадки на остров так на высадке на остров практически все и заканчивается дальше уже просто драма сопли жуйство и хэппи-энд фонтан арановский это сани на страшная фонтан арановский охуителя надо просто отключать мозг и наслаждаться происходящим там кстати кому даже дубляж нормальный хотя я не помню и в дубляже видел лет 10 назад после я бы сказал что там нельзя отключать мозг но там 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 не столько важно для того чтобы проникнуться фильмом понять этот фильм там важно просто наслаждаться происходящим как по мне мне тоже не зашел я смотрел настолько не зашел но я пытался понять почему чуть что такое его не не заходит не нравится не все тут тебя говорят когда что поймешь что у тебя камень воскрешения на ярость они на hill я знаю толку отключать мозг и наслаждаться можно на куче фильмов но зачем в смысле зачем зависит от того с какой целью ты смотришь фильм типа в рестлере не получается включать мозг и наслаждаться происходящим потому что там ни хрена красивого эффектного не происходит как так быстро кончился то заряд затем что разные фильмы делаются для для того чтобы выжать из зрителя разный эмоциональный отклик не все же под одну копирку сняты с одним прицелом это он сравнить дюнкерка без сценарного и сравнить какой-нибудь ну и сороньки раз кого не поет их исключительно сценарный разные же абсолютно вещи поэтому мне берет дюнкерк не понравился я даже не досмотрел то толк в том чтобы сразу включать ярость после воскрешения я включил еще и вот меня все равно убили и хули толку финская же варьируй не парирует здесь не парирует этих удары пробиваются у меня некоторые наверняка короче вот это вот тебе типичный не повторяю постоянно то что сделал до этого о чем нравится да я так дерусь ну камон я где-то же что не можешь пройти дальше надо это подстраивать под ситуация да конечно делать не точнее это мой славный из-за славных парней раз речь пошла о 1 или кроу хочу за славных парней пояснять я думаю никто не спорит что пиздаты фильмы пиздаты ренеды да я на самом деле просто небольшой фанат рассела кроу но пиздат что тут спорить основные парни и того пишет мне одному кажется что от рейера зарезает пакет кокаина когда использует камень воскрешения ну да может быть в первом шарики пишут нам дубляж наш лучше чем оригинал но я не мне почему-то кажется что у широко была куча дубляжей вот не один на прям несколько я почему-то не могу отделаться от такого воспоминания конечно же я смотрел его будучи молокососом может там было несколько закадряков да блин ну как лишь грёбаные глазики то это писец как раз от глазиков то по моему можно блокировать парировать нет они подлетают к тебе и все и жопу сразу но это да я про выстрелы проехать но те пишут то что я писал тебе в прошлый раз бей кулаками в рейджа чтобы хилиться потому что по моему отхила кулаков больше чем от камня камни урона много на тебе чё этот урон ну да и вроде урона влюбился парасова кроу как у актера после гладиатора которого кучу раз пересматривал когда мелким был ну да в гладиатором конечно не одно он в целом конечно бездат просто некоторые у меня необъяснимая антипатия к этому персонажу имеется не не раз иррациональная такое слово используя да не кроу клёвый да не спорим еще совет поменяй рунические атаки на запомна проблема не в них до моих кривых руках ну пацан говорит почти почти двое осталось давай пацан нет 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 да ты просто уворачивайся от них и пусть пацан расстреливает да да я дарил сейчас правил нет ну один остался я уж надеюсь один меня не убьет правда сейчас еще как кто-нибудь окажется сейчас еще пара тролли на прыгает фу все опыт дали фух наконец-то камень правда всрал единственных процентов лучше оригинала это ученик чародея с кейджем потому что у гг голос такой что проще застерлиться чем слушать но я конечно же не помню но джей барушель да у него своеобразный голос если речь про барушеля ну да он там главный был это тот же чувак который если кто не знает озвучивал пацана в как приручить дракона подземный человек с первой попытки почему не отдает и риска киска дэнчик смотрел в нашем дубляже мульт сезон охоты как мне кажется не хуже шрека да я уже не помню если когда-то что-то давно и смотрел то я уже не вспомнил шиш последние лет пять наверно не касаюсь дубляжа в принципе и тем более когда в те времена когда я смотрел фильмы в дубляже я же сравнить с английским потому что я смотрел их только в дубляже кстати я не знаю что-то заругал гравитацию я смотрел и в дубляже вполне нормально по вам было но там там просто на таком уровне все это снято что малейший косяк он лично у меня выливается в батхер то есть этот позиция это все та же я боюсь смотреть в дубляже потому что если что-то где-то напортачат то типа зачем смотреть на зачем идти на этот риск если можно посмотреть в оригинале где портачат значительно меньше вас типа гравитация фильм для которого там сандер буллок сколько там я не помню уже три месяца она училась правильно дышать где-то была такая статья не статья такой интересный факт то есть они с режиссером потратили для несколько месяцев на то чтобы научиться правильно дышать а тут тебе дубляж чем можно подумать наши блин актеры дубляжа не там с такой же ответственностью подходили ко всем этим мелочам чтобы я рисковал и смотрел это в дубляже нет спасибо то есть типа я на тебя обрушилась стеточка я просмотрел два дня подряд у себя дома я посмотрел в оригинале потом к родителям приехал там на какой праздник и мы там посмотрели анонсов на новый год начале января это было и посмотрел там в дубляже и у меня ухо цеплялась за вот эти вот мелочи которые 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 были гораздо эмоциональней то есть например все вот это вот эмоциональный монолог в конце когда она там с дочкой типа разговаривала вот вот такие вот детали они естественно в оригинале куда насыщенней именно вот с подачи со всем этим со звуком совсем говном душа же неплохо как дубляже неплохо хорошо но не идеально поэтому когда вы типа ругаете например гравитацию выберите в расчет что фильм тоже нужно смотреть в оригинале и ваш довод что фильм так себе на него вполне может сказать могут сказаться вот эти вот нюансы различия звучания между дубляжем оригиналом такая вот хуйня почему голова называет кратошу братом она всех называет брат она она как ниггер из гетто ой сука сейчас это загадка странное на время а она помог типа это элементарная но не в стриме конечно вот именно не в стриме а когда у тебя есть время там подумать что-то вникнуть вы ищет на там пумаса сейф где-то прямо здесь поэтому не придется заново проходить эти слиты на из туда лучше бы они в гравитации потратили пять часов на беглое изучение орбитальной механики нет для для художественного произведения не лучше это лучше для не знаю по полутора процентов зрителей которые разбираются в этой теме остальных попкорновых вообще похуй абсолютно денис как ты относишься к бри ларсон нейтрально это что насколько я понимаю это девчонка которая играет у капитане марвел дал я нейтрально чет с ней видел но она была прикольная по моему в этом матче и ботан 2 так вот там джам стрит и видел ее по моему только в годзилле или в кинг-конге где там рум не смотрел с ней нет это комнату здорового человека а не войсах но я понял да что это не тот рум или для десяти процентов которые посмотрели видосики и теперь выпендриваются на этот к слову гравитации да вон дан тоже дубля швы гает а я смотрел и было ок я правда не сравнивал я просто смотрел где что это ты прочёшься но я говорю тебе и в гравитации дубляш не понравился что-то не но и это просто как раз уровень фильма сказался то есть дубля что хороший смотрибельный вполне но когда у тебя такого уровня фильм с 1000 оскаров я ему не могу простить ошибки вот такие даже мелкие которые я могу простить какого-нибудь говну типа movie 43 вообще без проблем а кто-нибудь из вас смотрел фильм miles ahead или как наши маркетологи его окрестили убить трубача недавно посмотрел впервые после просмотра добавил себе флэр 3 его альбома это я про майлза дэвиса короче рекомендую максу может зайдет значит я знаю что их удары не блокируются как они меня бесит сука в своей огненной форме они просто поджигают на пердак погоня за трубачом чек я такого не вижу а убить трубача любить ну вообще на кинопоиске написано что он называется в погоне за майлза я не вижу никакого убить трубача ветви речь про фильм пятнадцатого года о и там макгрегор что ли снимать да и тут макгрегор что-то я давно не пересматривал фильмы макгрегор он только на снимал еще походу я по моему пересматривал всю его фильмографию лет пять назад я буду объездить просто одна механика то что то блять у него у него за один 15 год короче раз два три четыре пять фильмов какого хуя блять вот этот плодотворный осмотрю взялся я тут посмотрел у этого как его звать как будто ты первый раз как у него west and action который я посмотрю у него ролик про фильм останься который стей а у меня я помню что посмотрел этим давным-давно я абсолютно не помню этот фильм но я помню что у меня в песня из него есть в плеере плейлисте охуительная там по-моему когда dance класс называется сейчас я найду может даже ссылку брошу стей да просто блять божественно здорово щеглой пришла рова майор фуербах и сразу смотри в топ вырвался выжидал чтобы тут не было никаких спасибо большое и короче я понял что я абсолютно не помню этот фильм он конечно такой блин психоделический что что неудивительно что мне из головы вытрелся но я еду я еду я долгое время не мог понять про какой фильм он говорит я же вроде смотрел фильм останься но я совершенно не помню этих сцены кадров я даже не помню чтобы это бегать по макгрегор короче такое на надо надо пересмотреть все уже забывает начал старость становлюсь да есть такая не справляется уже мозг слишком много забил его всяким дерьмом вот и нами например всяких актеров актрис полезно я помню тоже не осталось я помню штанка загадка было интересно какая версия кратоса сильнее это или предыдущая я думаю предыдущие ты че он там вон там головы гигантом рубил до справлялся без камней воскрешения дэн где-то этот фильм называется именно убить трубача но может это маркетологи поспешили а потом спустя годик все таки на 9 например начало фильм выходить уже с адекватным названием всякое бывает чем этот вон кинопоиск он медленно но верно переименовывать всякие надмозговые транскрипты имен актеров со временем то есть еще типа 15 лет назад юэн макгрегор он был иваном макгрегором на кинопоиске джейсон стейтом только недавно стал но относительно где-то скажем год полтора назад джейсоном стейтом а до этого он был стэдхэмом на кинопоиске неспешно у нас все происходит денис и макс вы что-нибудь знаете о будущей картине тарантин на однажды в голливуде ну кадры видел со съемок типа о разбор полетов вышел о вот этот поворот ну-ка а у садистон и тогда деньги кончились он сейчас в центре города же по и торгу задел за живое садистон майоров майор фаербах кстати вылетит на первую строчку в целом но я те те которые надо мной донаты я их обновляю вручную такой бугурт нехилый конечно всем привет удачного стрима ребята жду разбор полет вопрос к майору ты больше на стримы вася и димы не ходишь они скучают чувак у меня для хорошие новости ты дождался разбора полетов уже на сайте стопки и сразу 100 человек такая щуха ушла со стрима денис смотрел тизер нового образа харли квин нет это смысле чего полнометражного ну да там вижу для и жастос а для какого мнения там вышел харли квин тизер хищные птицы они как-то так и берцов прей так вижу арбалет вижу бутылку вискаря вижу гипс разрисованный и биту на душ с первого раза я чуть-чуть это даже не признал в ней сначала эту там кстати макгрегор есть там это где в новом джокере зере там кадры мелькают быстро но на каком-то по моему макгрегор мелькает суши на чё-то вам блять вот привезли теперь а да походу есть в очках такой в пиджачке мне по-моему он без очков а ну есть кадр где он и без очков да вы до макгрегор но не знаю ничего в этом тизере такого не заметил о чем стоило бы говорить не кроме макгрегора конечно же но вот до тебя порадовали да он правильно пишет реп но не в фильме про убивана сука макгрегор майор фейрбах пишет блин вася и флин теперь в жопное время стриме честные работяги в это время на работе как вам фильм зодиак там руфала дауни-младший и джилленхол снялись а я не видел зодиак хорош да ты интересный каст я взял прям годный а дает старый чет 10 лет недавности ну да но это же фенчер по вам да фенчер однако ну окей посмотрю не видел вот там и винста пишут нет не вижу не вижу тут винста наверно где-то в другом месте рекомен по мечте вам понравился но в свое время конечно было мощное кино мне понравилось в свое время больше его не пересмотрел но вот как раз свое время у меня дикто конечно же в душу запал ну там коннелли божественная да как он или абсолютно великолепная и даже если не брать в расчет ту самую сцену в принципе прекрасно но когда его пересматривают конечно же он сейчас в топе ароновский он где-то на последних местах болтается примерно рядом с пи рядом с пи рядом с пи ты хочешь уложить меня рядом с собой рядом с пи это так мило а вот пошел бы в кинологи и смотрел вы лучшие фильмы пятилетки я знаю какие фильмы смотрят в кинологах не надо мне тут по ушам ездить дэнчик был по разу оба раза когда я там был один раз там был какая-то европейская претенциозная шляпа второй раз британская претенциозная шляпа конечно же британская меня больше всего порадовала где вот эти вот про двух каких-то алкашей в селе объявить что я смотрю да это было сложно фильм по-моему назывался будет на его я да и это прям прям больно конечно вообще но самое потрясающее что я все не помню про что там мозг решил он хороший это забывай это плохой и подавно кроме очень плохого очень плохой блин сука это было настолько плохо что оставила ожог в мозгу да вот нам пишет какой-то чувак который тоже в банк скоро полетит до кона ли красивая но бревно если бы она трусы бы не сняла вообще бы ни о чем роль была блять в один из самых очень великолепных фильмов которые я видел и который больше всего люблю дом из песка и тумана вот посмотри а потом потом вычеркни вот это слово бревно вообще из своего лексикона если она хоть где-то в одном абзаце вместе с он или находит там она просто магическое дополи сука один я помню только один выпуск денисом он там смерть и к лицу обсуждал да было такое от как раз по моему вместе с уитмейлом было от этого было еще что-то там про лесбиянок и гомосеков европе и пиздаты этот фильм вот фаскапом типа крутые леговые так господи не того целишь сука не вижу ничего чего вам на нашу машу за донатили я не понял да но это лёня был лёня задонатил нам на нашу машу и он придет с нами и и смотреть смысле давыдов да прикольно не знаю я еще не смотрел диск когда душевный подкаст каждое воскресенье да видел я дом из песка фильм хороший но там как обычно в полукционном состоянии чего блядь чего блядь ну-ка я щас загуглю думаю списка в ману что господи ничего не вижу что происходит выпустите меня меня зажали прикиньте так нахуй ах ты сука он жизни восстанавливает ты прикинь смотрю он или оскар есть за игры разум да ну лучшая актриса в халке нихуя себе это какая-то номинация сатурна халк что блять ну она снимала в первом который ангеле ну типа шишек в этом номинировать за это не знаю но она сексе секс то понятно просто мне казалось что за такое особо награды не дают ну золотую малину разве что если затронули тему геев и эвана макгрегора еще и номинант на банк кто смотрел я люблю тебя филипп море я макгрегор играет эдик да с джимом керри сосется но мне да мне не понравился не не потому что гея просто он скучный какой-то был да блин не вижу ничего тебе говорят что их нужно долбить одновременно и меньше кто-то генерится до уровня второго понял да ты 1 крупаешь да я думал в разгар не типа а он меня разговнял потому что какой-то вот опять удар который просто меня стыгерит и я не могу уворачиваться я так понял тут про кино как вам фильмы кевина смита догма клерки джей молчаливый боб я смита люблю я как раз недавно где-то месяц назад пересматривал клерка в первых вторых издаты фильма мне клерки не нравится а догма божественно лучший фильм смита ну да с этим согласен конечно да у догму ничего не переплюнула пока что хотя бивень был неплохо отливки помню мы долго угорали да еще в электрике когда веса самое что прикольное во всем в этом деле как бугорель на работе я помню что какой-то мудила как-то раз у нас на выдаче товаром то есть в торговом зале там где такая стойка не выдают товар там в один прекрасный момент поставили телевизор чтобы клиенты смотрели что-то пока им там собирают комплектуют заказ придурок включил так плохо я просто не смотрю скажем так там жесть даже став 6 во время этого фильма и есть еду например не рекомендуется она может вылезти обратно тут же короче бывали казус но фильм конечно балдежный то есть если к нему правильно относиться примерно так же как к муви 43 то он очень угарный а джея молчали в гоп например мне не особо нравится она там как-то мне нравится мне кстати не однократно писали не еле озвучивал джея я послушал ну да действительно немножко может местами этот да сука но я же уворачивался почему он к блин бесит вот в эфире выглядит как будто я дурак и не вовремя нажимаю кнопки а их нажимаю они просто не срабатывают пошел нахер пошел в жопу сука забаньте дениса бивень очень специфический почти как человеческая многоножка но все равно очень классно но многоножка не смотрел поэтому сравнить не могу солод скажи что-нибудь оки джей 40 клитором команды да а я чё-то вспомнил только это сука твою мать сука твоя мать собляет сука бля сука бля-бля-бля покупаем продаем у меня товарищ особенно угорает когда говорю лучшая в мире группа сука бля-тайм и вратил там неплохо ну красный штат да но он не сценарий по ума не смита а я как-то но типа фильм смита что где он тогда уж все делает ну да согласен хотя красный штат не смотрел возможно кстати именно по этой причине не смотрю не он в принципе хорош можно новый виджет с донатом сука бля-тайм в epic store плывет метро из села хохлу его ну и пусть себе плывет эксклюзивка хуева норм денис что думаешь о перезагрузке джей молчаливого боба да ничего не думаю пока фильм не вышел я ничего не недавно купил транзистор и прошел русская озвучка с кулаковым топ денис ты можешь сказать по этому поводу нет не могу дэнчик как тебе фильмы сета рогена но вот с этом рогеном я даже не скажу что я знакомым сейчас его фильмографии я смотрел если то есть если вот это называется фильмы сета рогена то this is the end который апокалипсис по голливудским мне дико нравится сосисочная вечеринка тоже на самом деле нравится прикольный фильмец а больше я ничего толком ты не видел меня сам по себе строгим не особо вкалывает 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 да я помню например этот зеленый шершень но чё-то вообще у меня в памяти не отложился хотя его смотрел дон говно ну возможно поэтому да ну то есть в целом мне ближе кевин смит чем сетрокин хотя вот говорю два фильма которые говорил они да они пиздаты такие же с перебором с дичайшим но они клёвые они балдежные да блин сука не могу кристалла не хватает прям лондонские поля я так не посмотрел девочки не значит такая но это вот сэмбер хёрт из кары ловень фильм странно что-то его не посмотрел ну да чё тянулся за подказан актёрским составом денчик ты как наушники для шутеров выбирал сам какие пользуешься я наушники выбираю не по звучанию по микрофону потому что мне снимут записывать да и прочее меня gsp 300 сенхейзера лучше и микрофоны из гарнитуры из обычной но собственно у меня у меня наушники как у васи 1-1 полный раскалбас это тоже сетрокин ну да я назвал это сосисочная вечеринка просто он называется по-хорошему вот это же вот этого вот этого финта ушами я вообще не понял я типа понимаю еще логику маркетологов озвучиваются переводить вот this is the end как апокалипсис по голливудский конец света что-то ну короче вот такой вот бред но зачем сосисочную вечеринку переводить как полный расколбас я чего упор не понимаю типа сосисочная вечеринка это термин который в русском языке вполне себе используется и да опять просто ребята вообще не в контекст но то есть как бы по контексту то подходит просто непонятно зачем все сука разгонил ей ей у вас я теперь другие сенхейзера jd 450 окей хорошо не знал дэнчик скажи максу что в красном штате кевин смит сам писал сценарий да ты чё да а мне почему-то казалось что а мы его обсуждали кстати даже в кинологах когда сценарий кевин смит окей но мне короче вот как тогда запала в голову что он не сам почему-то и и до сих пор я так помню апокалипсис по голливудский же дерьмище кончено и особенно в свете вышедшего в то же время армагеддца но не знаю мне нравится причем у меня даже нравится больше чем армагеддец потому что из вот этой всей трилогии кого скажи мне вот вас кто снимал от гора райта до эдгара райта мне армагеддец нравится меньше чем и зомби и чем ход фасады ну да он самый слабый получился но все равно вполне себе вполне себе но вот из этих двух например я выберу хотя бы заодно камеры мы вот когда ты видел да этот фиг нет нет но я к моему ты рассказывал уж по ада но когда нам короче 100 паром на них выскочил заебись да ну вот такие ребята там просто собрались молодняк такие давайте по приколу за с ними сосисочная вечеринка напишут и риска феминистка звучит как комедия про геев но чет хуй знает я в таком контексте ни разу ни разу не сосисочная вечеринка вечеринка где одни парни но не но чем тут геи я не понимаю вы тоже учитываете что название она очень редко работает вот как-то но само по себе она все равно идет в паре там либо с трейлером либо с постером поэтому да а там видно что сосиски в главных ролях ну не знаю сосисочная вечеринка вполне просто я уверен просто вот переводчик ну который там прокачиваем просто не в теме он не знает такого термина да такое вполне может быть пост после крови по этой пиксели все мы прекрасно понимаем еще лучше что такое возможно что она сплошь и рядом там я не знаю ты возьми переводы того же шекспира там тоже кучу вранья в переводах нам нагло врут а даже тот же прямой показатель от inception который в то есть принципе слова inception то она может означать слова начала у него есть такое значение но ребята по ходу когда адаптировали название они в принципе не знали что речь про какое-то внедрение поэтому они inception перевели как начала но скорее всего просто были не в контексте в апокалипсисе есть дэнни макбрайт кстати да вот это вот тоже один из главных факторов который который меня заставляет полюбить этот фильм больше чем армагеддес пошага не мог дать сука охуительный кто это это вот этот вот смотрел йоха и нас до который тоже блять перевели как-то по кривому блять все фильмы с аторогена переводят по кривому да потому что у него там играть слов сраная блин в йорхо и нас они вот в йоха а словно чего не въехал какая в йоха и нас игра слов ваше высочество ваше высочество на йорхо и нас это тоже время ваша упора то есть ваша укура то есть хай наса хайу блять а я даже не задумался об этом никогда прикинь но вот она есть прикольно да и что мы обдолбанные постоянно какие-то да сушен это классно дэнчика смотрели моста робите да я смотрел естественно сам я помню из этого фильма это какая-то вот это вот как она кристили много где до мечта педофила но надо на прям хорошая она она там так хороша что такие вещи нельзя обсуждать нигде в прямом эфире никогда я смотрел на тот момент когда она уже взрослая была и то есть она мне понравилось фильме я пошел гуглить она уже была уже все можно тем более я с ним ничего не делал мост второбития кто там анна софия роб это она да по-моему да но и где я не помню больше нигде по-моему и не видел я тоже как мне кажется цирк уродов заговор на острове джеки он короче на всяком говне после этого снималась а телепорт например вон с этим она сцена кином скайуокер мы играла оказывается на теле чарли шоколадная фабрика да он такой типичный какой-то попкорновый недобоевичок хотя я смотрю рейтинг у него достаточно высокий зрительский 7 и 6 ой 706 с этим кстати классный с хайданом кристенсеном единственный классный фильм который я помню это наркоз который его икона называется в оригинале это где чувак операцию проводили ему его положили в наркоз а на него наркоз не подействовал чувствовал все что с ним делают там разрезают разрубают и там такой знаешь твист фильм это фильм с твистом пиздатым там еще играла тетя темный ангел dark angel как джессика альба вот блять а короче фильм вот и вот именно 300 хуянная обыгран пиздата очень хорошее кино как по мне вот именно с точки зрения сюжета и 300 блин вот пацан когда здесь начинает прям выпендриваться с тем что он бог вот ну как то так это в лоб сделано зато в дубле же это никак не сделано выпендривается что не выпендривается отдоху ягу вас один и тот же зато вот эта молния сейчас на последнем его слове пиздатая так мне нужен срочно камень воскрешения давай чувак надо поговорить блин здесь уже столько вся говорят посмотреть что можно с броней сделать это ты огребаешь пиздец да я вижу но она же все требует еще какого-нибудь странное сраной прокачки я просто даже не знаю что брать стран так и то есть defense lock cooldown cooldown 30 а у меня мне кажется у меня все просто круче так майор фейрбак задают странный вопрос дэнчик какая твоя самая интересная находка в пупке мне интересно это паб джи или это пупок че человеческий давайте огребать я я не знаю давайте но мы все равно скоро закончим а я перед следующим эфиром подготовлюсь и может куплю сразу что-нибудь поизучаю ассортимент о том еще зависнем но и в пень да тоже 20 часа а три с половиной через половину часа пролетели почти так же незаметно как джеком зачем платить больше до дэн ты играл ли проходила свитки 5 которые skyrim ну да это как минимум три раза их проходил для трудности перевода они причем прикольно они по сюжету проходят за пять часов они по сюжету за 100 с лишним на типа я уже не раз говорил мне кайрим нравится не очень мне обливи он больше нравится чем skyrim чушь говорить про моровин который божественный абсолютно да блин почему-то не умер о это же каменный тролль из ведьмака всегда похож он мистер сэндман говорит нам что кори говорил что они хотели этот эпизод получше расписать она затягивает разработку еще больше уже было нельзя ой ну так и правда это можно все можно но возможно в этом есть доля истины тем более что видно что тут некоторые механики сделаны не на бом смысле а по-быстрому на скорую руку солод денчик железное небо в копках iron sky не смотрели я не помню чуть такой я не досмотрел что меня не хватило а чё это сериал фильм не это фильм такая пародия на короче там про немцев будущее где немцы победили или что-то вроде того 4 не смотрю не так такие себя что-то мне вот постер напоминает этот с анжелиной джоли из молодым папой фильмец как он называл а где они вместе снимались джут лови джут ложа но там какой-то таким странным темным свет цветокором фильм про какой-то капитан небесный да 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 свой не без чисто по постеру ассоциация небесный капитаны мир будущего чем такое да мы его в специальном выпуске рассматривали в кинологов и это была боль мне всегда казалось что это хороший фильм я его предложил все согласились и господи какая же эта дрянь это же абсолютно не помню помню прошлом был а я вы пересматривал еще и в детстве он мне нравился а тут пересмотрел и в общем многие фильмы из детства должны оставаться в детстве да теперь самое время вам горбатую гору смотреть но это перебор возможно а не успел добежать . обнять хотел одного тролли из из ведьмака звучало ловлинов да неудивительно там такая огромная игра что уже уже всех подпрыгали кого-нибудь нанять до звездную пыль не смотрели по моему я смотрел это какая-то сказка петли не от вачовски да не помню это вачовски я звездная пыль старта да да она а нет мытью он не вачовски а я перепутал с этим с облачным атласом господи ну я тоже абсолютно не помню посмотрел и посмотрел не отложилась память смотрел ли темные времена про черчилля нет но говорят что там этот дастин хоффман господи гэри олдман гэри олдман взял вообще все награды какие только можно было за свою роль ну да он там крутой фильм хороший но это же боепик получается да прочерчь и воды но ради гэри олдмана можно посмотреть поет ну да там прям вот его просто бенефис такой и он прям хорош дэн по совету фильмы связанные с мафией если смотрел полин один вообще из любимейших моих фильмов на подобную тему это american gangster ридли скотта по моему с дэнзелом вашингтоном главной роли он тоже такой баба ёпик но пиздатый боёк и там еще как раз раз украл играет охотники на гангстеров ну прикольный такой дешевый боевичок но балдежный но его пьяни советовала американский гангстер да прям хорош но они ну да естественно совершенно разного уровня фильмы но такой этот чисто побалдеть охотники на гангстеров но прикольный american gangster пиздатый отчет и еще больше даже наверно чего не могу вспомнить да не ну брось там goodfellas какие-нибудь ну да но это такая уже классика которую я думаю так все видели ну крестный отец конечно мне кажется американского гангстера то тоже видели он тоже там среди этого а да а мне почему-то кажется что не особо раскручены ну то есть это далеко не славные парни которые скорсезы и далеко не крестный отец по популярность по извину не знаю такое спорное мне кажется заявление ну короче да а если видео посмотреть до какого дэн как относишься к фильмам гая ричи большой куш карты деньги два ствола рок-н-ролль щик гая ричи обожаю и чем чем дальше тем он только лучше как по мне то есть они конечно же карты деньги два ствола большой куша вот эта старенькая но все прикольное она в переводе гоблина но рок-н-ролль щик как по мне еще пизжа к меч короля артура вообще охуителем шерлок пиздат 1 2 как по мне кажется как мне кажется гораздо слабее но 1 прямо хуительный отступники это не про мафию но в принципе да это такая не мафия сороковых шестидесятых но все равно тоже отсутники охуительный храни господь человека который на кинологах продвигает drive только что впервые глянул и это великолепно да согласен марк доказка спиздат такой сложный юмор мы кстати разбирали а да да на самом деле я я тоже из дыра его естественно смотрел это в детстве который за доказка самая помню только одну сцену где он лежит спит в телевизоре идет стрельба и кто-то на улице передергивает затвор и вот он от этого звука просыпается на телевизор он не реагировал она реальный реагировал потому что телевизор не угрожает ну короче да мы разбирали этот драйв это было очень смешно а чё как чем-то я же не помню конечно говно да тут господи как вы хорош за что так захотели меч короля артура но это на самом деле то например из-за чего я вполне возможно буду хейтить aladdin потому что этот фильм не про то про что люди ожидали увидеть там вот это вот сын шлюхи выращенные в борделе условно говоря вот этот все вот такой же гангстерский подтекст как обычно и бывает бандитский у гая ричи это же все как-то не особо вписывается в легенды не он устроил один ты как раз ворюга же но это да да просто я пример я безумно обожаю вообще лучший мультик из когда-либо созданных это aladdin диснеевский по моему скромному мнению и поэтому естественно у меня aladdin гая ричи может подпечь и нехило но я надеюсь что я готов к этому а вот случай с королем артуром многие были не готовы к этому как я думаю потому что фильм то в целом он реально охуителем почти во всем там начиная музыка заканчивая монтажом он просто великолепен это про меч короля артура речь так короче легенда в принципе про мафию но кстати тоже да такая про 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 британскую правда мафия это не я думаю не совсем то что люди люди в основном наверное спрашивая фильмы про мафию подразумевают италия стал американскую а там про британскую такому он блин ну писец короче дан ребят надо прокачиваться поэтому но я дострадаю уже эти часы но в целом мы доходим до магазинчика и если мы дойдем до магазинчик а ты хочешь сможешь в чем купить хоть в этом магазинчике да чет смогу но я говорю это я оставлю уже на следующий эфир но просто что-то реально начали прям совсем больно то есть чуваки в 8 уровня 9 у меня снаряжение 7 делайте на это скидка пожалуйста ну и на мою криворукость разумеется да ну и кстати насчет фильмов про мафию не стоит забывать семью сопрано но это не фильм но и что зато на долго хватит мне но это вообще конечно шикарная тема но я кстати ни разу так его до конца и не досмотрел признаться и потому пять сезонов я где-то на четвертом полу дропа постоянно раньше 6 но раньше я дропа потому что гоблин переводил только 5 4 сезона 5 но вот по-моему по-моему я могу сейчас тоже путать но мне почему-то запомнилась именно так но то есть последний или последние два он не перевел и на тот момент для меня это было конечно ударом и я не досматривал а сейчас я пытался пересмотреть типа где-то год назад в оригинале что-то надоело все четвертым и вот кстати с гоблином по моему была прикольная тема то что он переводил его озвучивал для канала мтв если не ошибаюсь и почему-то первые 5 первая пилотная серия с матюками не запеканными а потом все несколько сезонов там матюки запеканы они там есть но они запеканы это как-то очень странно блин и нигде другой версии в свое время не нашел а ей нет ну вот видимо то видимо и но для телевидения до переводил запеки в нем один из там еще недавно вышел трейлер французской версии аладдина посмотришь нет не посмотрю несмотря на то что вот этот однорукий чувак он в принципе прикольный балдежный за ним интересно наблюдать не помню как его зовут но но нет не посмотрю что за однорукий чувак ну вот этот который играл амели или как там она называлась который играл в перикси убиликси в египте но такой на руке актер не помню никого там одна у него у него у него он постоянно у него то ли правая то ли левая рука она в какой-нибудь позе зафиксировано помнишь там был такой прораб бельда вроде кажется что такое но я плохо помню фильм болен давно уже смогу перикси а где ликс миссия клеопатра но вот у него одна рука насколько я помню или а у него она не двигается до гугли я тоже типа не знал пока я об этом не прочитал потому что это все везде во всех фильмах так прикольно обыгрывается визуально в январе 90-го года в 14 лет жамель повредил руку играя на железнодорожных путях в парижском метро в результате рука перестала развиваться и он не может ею пользоваться с тех пор он почти всегда держит правую руку в кармане интересно что по тем же поездом погиб другой ребенок его родители обвинили жамеля в непредумышленном убийстве но вина была быстро снята благодаря доказательствам невиновности однако эта семья до сих пор его ненавидит и когда в четвертом году он запланировал концерт они организовали протест против этого вот такие вот не играйте дети на железнодорожных путях моральте и басни таково туда же аниме советую чуваку который спрашивал про фильмы а ну да слушай я не тогда он смотрел наверное это найти в андрейс нет что-то сериал их разбирали полин полетел из башки название заразил меня дэнчи ну сейчас напомню там народ смотрю не одна рука а две но одна парализована и атрофирована ну да короче рука у него есть но не функционирует гангрейв да и да помню это помнят в кинологах о надо же я всех нашел к ним подход фу даже надо же с первого раза как и всю игру да бэк трекинг пошел но кстати тоже классно выполнен дизайнеры локации молодцы в целом хотя да вот этот эпизод я помню ты тут долго шляешься по собственным стопам без всяких срезов вот это да единственное разве что слабое место вот сидни шоу пишут у нас вообще хорошо переводят французские комедии я помню какой-то фильм там где два враждующих не то что враждующих короче фильм в котором обыграны акценты разных частей франции и там прям были проработаны на русском эти акценты чтобы они звучали парадному вот это типа прикольный подход про него помогла в каком-то интервью рассказывал долго и усиленно и хвалил я его потом посмотрел то есть вот это прикольно да не часто такое встретишь в нашем дубляже макс напомни фразу я падок на на английском а масса карса сакер фор something бобро поржаловать до бобро поржаловать или назывался а чувак такая страдает я вот не понял что он не понял че он избитый все время пытается им дорогу перейти то дриснул бы куда-нибудь да сдох там себя но он где-то их во всем виноватым считает умирать не хочет а отомстить желательно честь но он по-моему не в состоянии не в состоянии мстить тут нет конечно пришел разлегся и сдох конечно не в состоянии но хочется и муж но чтоб вальгалу попасть надо погибнуть в бою а его тут пацан просто в горло наконец-то я дорвался сюда пишет миллоун пока шел попал на пару стримеров которые не знают как работают сейфы я просто в ахуе это он про что про резидента что ли пацан конечно такой блять отбитый не пацан да просто так и подошел так и хоть в горло за . бочину я помню удаст также в школе блин просто пацан мы стояли в круге во время перемены и у нас там была пара пацанов и по-моему одна может две девчонки и мы что-то общаемся ну кто-то говорит ну как обычно это происходит кто-то говорит а все остальные слушают и пацан подходит просто невзначай и вот так вот девчонки просто пальцем в сичку такой несколько раз потыкал и блин это было настолько вот вот возмутительно что мы ну никто даже ничего не сделал все таки обещали вообще да это было потешно а так стоп все никто чем почувствует ничем а ничего мы мы поржали и девчонка сама поржал так а типа чё это было и у меня ровно точно один раз также было мы стоим общаемся ко мне подходит одна одноклассница шлёпает меня по жопе а я так чё-то и но мне было интересно что я рассказывал что я даже внимание не обратил а на меня все смотрят пацаны потому что они-то это видели но и девчонка ждала какой-то реакции нет я вообще мне пока не сказали я даже не осознал что меня поджиг шляпнули счетов рассказывал там я помню охуительный боль с которым вгорали потому что долгие годы это каков как в каком-то там я уж не помню сейчас в каком-то там классе когда началась вот это вот вся истерия полового созревания пошла мода девчонок по жопам хлопать соответственно все ходили шлёпали и в один прекрасный момент а вода симпатные девчонка из класса которые доставалось чаще остальных выход из школы такой дверь в небольшой тамбур и потом дверь на улицу и вот как раз подход подходит к тамбуру вот эта девчонка и за ней под самый одноклассник такой просто подбегает и до последних шлёп по жопе оказалось что рядом с этой девчонкой среду за ней шла кем мама я конечно никто в лицо не взял надо его прям за горло такая взяла в сенку впечатал горит еще раз такой эти хера так потом в таком состоянии в шоку выходил еще два дня наверняка близко к этой девчонке не подходил такой залет бы ладовый мелан продолжает так что да видимо про резидент его ему мало того что сказали комбинацию он не знал как ее применить видимо да вот про эти сейфы которые знаешь как в американских шкафчиках надо крутить влево вправо влево ну да что кто-то узнает в резиденте говоришь он наткнулся надо кто-то видимо не знает блин что меня вообще рядовые монстры говнят и не дают подвинуться сука пустите пишет с тех пор он гей вот это был бы повара классная мамка попалась пишет и риска киска другая убить могла но я стоял рядом я видел ее глаза то он слышал я был уверен что она близка к это чтобы прям там ему реально хер оторвать да сучка извините я чувствую я не дойду до магазина 10 минут осталось а я даже не помню где хотя там вроде был один я не помню до лифта был один ну короче все и риска территории угрожает все солод ждет меня шлепков на сходке может не надо а солод даже внимание не обратит может уже выяснить то нечистительно у меня жоп окей good to know это точно гоф они dark souls перекат 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 да перекат и не сушит стамину это такой детский dark souls ну да слушаю чем монстры сюда не идут тут охуительная история от official war у нас мамаша как-то пришла на разборки со школой с вопросом почему ее дочь ебали в туалете что это за ужас а так слушай вот тебе теперь сейчас реальный шанс короче лучше принять предложение от и риски киски потому что майор фаербах пишет если не и риска то я решай выясняй свои ценности я я понял я не понял выпады фаербаха но он тебе угрожает что майор вижу и иначе твоя нечистительная жопа почувствует майора фаербаха и риску киски нет давайте лучше и риска не даже не лучшая типа вообще никакого варианта сухая суда пока мы пока ты так сок я к это впечатаю чем интересно как хотел человек себя назвать быком и за быка мы за илья по которым к таре цифровой элл а еще джей и x илья александрович оказывается в тему локального для sg глеб гейта обсуждали про пост претензии чувака которого выебали в цио что какие-то сложные приколы пошли я не понял чё за глеб гейт у нас отначался чё за пост претензии чувака не знаем чувак мы не в теле да чё то такая я чувствую я я уже вижу в чате что тут куча охуительных историй про пятиклассниц которые занимались непотребственными в туалете поэтому я предлагаю замять это пока нас не закрыли хуям короче тоже куча девчонок выстраиваются в очередь чтоб тебя отшлепать на экране и поэтому я не ездно и граммир года одна из них пишет что не только тебя шлепала но и доля но и дала бы тебе отшлеп и и что это не я со школы завязал мне там хер кто-то обещал оторвать у нас ведь тоже была такая моду на ночь быстро прошла я никогда не шлепал потому что меня не так воспитывали воспитанный мальчик да а сам думаю сука столько жоп не потрогал зато твои потрогали а ты не заметил к вообще не замечательно так просрешь очка не заметишь у нас да просто один пацан помню у нас биологичка была очень такая аппетитная молодая и хулиган один попросил друга толкнуть его на лестнице чтобы помацать за грудь сложная схема когда сложная но у него это получилось но видимо не убедительные и его короче школы за это да но он в целом у него с успеваемости там все очень плохо было то есть он абсолютно там двоечник все такая и мне кажется просто повод искали и нашли тут родители галь первого я в боги доната не стремлюсь но рассчитываю на поздравление сдр от пимова сг перепрыгнул на 4 десяток да я почти что колеб во первых и с днем рождения во вторых я не понимаю как в 30 лет . во сколько ты родил галь первого в один год или сколько сейчас в оси добра зла рухой он 90 с днюхой безусловно с днем рождения и уху так я вот вижу начало длинного абзаца был это класс 3 самая сочная девочка из нашего класса разыграла и что какие сочные девочки в третьем классе вот да я тоже так это гипер акселератки или она очень долго так в чем история это закончилось я боюсь читать если честно про сочную девушку из третьего класса да да мне надо у нас тут есть сочный мальчик классы из третьего боя там какая-то сюрреалистичная история не знаю как будто сбашивать короче эта девочка из третьего класса разыграла между ее фанами некую игру кто ее волосы с головы сохранить дольше всего тут и станет ее женихом я-то парень мозговитый и запрятал волос прямо себе в труханы и как раз сука в этот вечер мне мама замеряла талию для пошивки брюка и какой ахуи у нее было того что из моих широких штанин торчит длинный женский волос ну да все похоже на башорк ясно солод и денис не сидят в ты или правильно делают а да мне только сейчас зашло что ты у это были церковь имени обоев но вот сейчас для меня тоже дошло ухо не я туда я там не подписан если не какую-нибудь ссылку кидают я смотрю модели человек отправил 200 раз спасибо за стрэмп о сон и спасибо да с ценами поддерживаете смотрите четыре часа третий выпуск подряд для да и все по четыре часа да мы тут с дэнчиком оговаривали мысль покер постребить турнир дорогой и вот вопрос сколько он будет длиться но солод пессимист поэтому сказал минуты четыре нам на вылет же это то сука как больно вы бьете то еще школьная история от official лора одноклассник мой кореш был трехкратным чемпионом россии у меня сразу вопрос как он в школе был трехкратным чемпионом россии по одну среди юниоров когда вызвали к директору за плохие отметки директор его так выбесил что тот его вырубил в итоге скорую вызвали и в итоге условкой отделался ну конечно да у боксеров есть проблемы с самоконтролем блин чуток потнуто да кому он на типа где магазин интересно как ты будешь на том лифту воевать где помнишь куча цветов меняется из дверей выходят звери это было потно даже мне с пиздатым шмотом на три из четырех сложности ну я надеюсь что к следующему эфиру я шмот вкачаю себе в покера сами играть будете или ретрансляция не осмысли сами но смысле солод если будем ну да после истории дэна в новосиб вообще в школу не пойду по скриптам новосиб научная столица россии хоть и в екб 4 не понял ты сейчас планируешь какой бы город переехать и пойти в школу или какая история тебя смутило что какой пацан отшлепал девчонку и мама пообещала не это не шлепай девочек по попе на глазах у их родителей все это нормально будет моя история не самое страшное из тех что мы сегодня услышали ну так то да блин пацан вообще страх потерял так и думаешь я тебя не убью что там кричит кто тебе сказал про научную столицу чушь не гоните но типа есть такое такое неофициальное название наш у нашего академгородка новосибирского не ребят в пень давайте здесь закончим мне не закончим сука мне надо дойти до магазина при следующий эфир начал уже прокачать начал и мы не пропустили кусок ладно я еще немножко пострадаю но посмотрим если буквально через драку не будет магазина то идет она в пень а можно пробежать вперед денис а ты вставку о игре от костяна для итогов года отдельно записывал или выцепил из футажа по сиджу мне я решил что все должно быть по-честному поэтому кости должен озвучить ее заново и попросил кости озвучьте типа чтобы это было не просто как это вставка от левого чувака а вот именно кости поучаствовал в создании итогов пусть и 3 нас лагами кстати где даур что-то давно его не слышно но надеемся что он делает историю серии файл фэнтези возможно наивно на это надеяться но мы надеемся о я смотрю тебя вот эти вот у юбки которые регенерируются до обижаю тебя и меня не пускают туда суки а кто феновый шутеечку писал да нет здесь нихуя но сценарий писали килибро с флином думаю кто-то из них может и тем сам написал я не знаю я могу предполагать люди потом как обычно итоге года пишутся все высказывают но выписывают свое личное мнение в документе этих играх которых они хотят сказать а потом просто авторы в данном случае 2 дмитрия кунгуров и бурдуков они все это оформляют в цельный сценарий с диалогами со всем делом а фен отвечал что самое написал но хорошо тогда тем когда вопросов нету фен мог дэнчик и риск все не унимается а тебя девочка по попе шлепали слишком сладкий бы всякое бывало да камон но сука я камень использую потому что я надеюсь что магазин рядом есть если нет у меня жопа я прям не хочу я просто так дака сука я забыл что у меня жизни нет но писец писец чего могу сказать блины можно как-нибудь может пробежать все таки может у меня получится ребят что известно про шаги в мк-11 а чё это за фигня чё-то стал часто мимо встречать про этого про шаги так понимаю из скуби дубл так и чувак да что он где-то то ли в каком-то файтинге реально засветился то ли чего что это за не заменим из может какой-нибудь соу калибуре я не знаю или супер смеш-брос среди-то но среди-то с наинге все все там одно и то же публикуется как разница и просто родить неудобно читать пиздецом как это блять кривой и как и все форуме она энгар пизда то лента лента оценки коммент у людей создали петицию чтобы его добавили в мк-11 понят окей смысле именно того шаги ну да ну как какую-то инкарнату зачем она почему не знаю видимо фанаты просто активизировались ну как как это бывает кто-то написал какую-то глупость где-то я народ подхватил и вот вируснулась шаги разве не майка мэйерса будет он к 11 добавлять майка мэрс он был в предыдущих каких-то 10 или 9 шаги самое сильное существо во вселенной да 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 вот и вот именно такими массы и хопа дэнг о клене логинов пишет не знаю как у вас у нас девки суровые были в детстве для 7 мне было когда пришел на детскую площадку там девочка каталась на качелях уже больше часа я вежливо попросил уступить она сказала что качели помогал ставить ее отец и она может как-то сколько хочет я сказал что они общие но и махнув рукой на все это пошел домой делал несколько шагов только обернулся назад и заметил булыжник уже летящий меня в париметров очнулся я после этого не сразу и нет девочка не была что лёня что девочка я не была мальчиком очнулся уже когда родители пришли пишет болят на тяжеля конечно блин фига не носятся вы это видели вообще это законно в девятке был фредди в десятке были кожаное лицо и джейсон столько уже этих пятниц 13 что не их путаю я очень не то кто откуда то есть какой фурор вселенной лёня маленький коммунист да это смешно фух карцию всех убил еще кратос был в одной из частей до mortal kombat и добыл в девятую черную пожалуйста магазин пожалуйста магазин мне нужен магазин я шопоголик хочу это не мог тут проползти до тех пор пока всех не убил до не активируется . интересная говно а сука еще и босс она это такой босс которого который ваншотит круто денис подписывал это когда-нибудь петиции нет я не особо верю во все это дело любое что что компании какие-нибудь там когда адресуют петицию юбисофтом что правительство какое-нибудь она она не смотрит на это дело она она и пацан дурак сука он его согрел петиции все которые юридически они вообще без по мне а петиции которые которые адресованы всяким издателям разработчикам они работают и без 50 разработчики издатели и так ведется мнение людей на всяких рейдингах лица особо не нужны охватили соло что ты блокируешь постоянно неблокируемые выпая не понял почему он неблокируемый он был потому что он всегда был неблокируемый по моему нет блокировал залп из груди он не блокировался с рода не замечая что тебе каждый раз отнимается хп когда пытаешься заблокировать потому что он должен на язычах он блокировался и я на язычах само собой но я думал может я все-таки там тайминг не так ловлю или что-то типа того но тебе пишут несколькими что днят нибудь неблокируемый от него поворачиваться даже не надо прятаться ни зачем да ну блин я в стену влетел но вы видели а когда я должен успевать кидать блин ну вот должен денисов отыграли в dc лс интересно что думаете я так и не проиграл я просто не особо по-двухмерным вот этим всем я долго хочу поиграть в не шавал на это господи халло 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 найт называть халло найт маковеев ее расхвалил свое время но так даже до нее руки не дошли до целся уже потом после халло унайт а те говорят солод его можно пробежать он необязательный да ну по крайней мере говорят уж не знаю этими красными хуевинами нужно кидаться во что-то по моему чтобы пробить проход а не в него него врага суши реально по ходу не обязательно а вот тут где-то лавка должна они нифига решилась обязательный мне не активируется кнопка прижаться к стенке хотя вот музыка пропала может ну-ка ха халло найт шикарный халло на халло найт классный да я знаю в курсе реально необязательный прикинь пацан да блин вот сейчас посмотри просто пацана вообще не обижать такой маленький а такой педик короче я дошел до магазина и на этом мы будем заканчивать потому что ну типа команд сколько можно я очень надеюсь что следующий эфир мы уже добьем до конца сколько бы это не заняло потому что сколько можно фух блин спасибо всем кто был кто смотрел кто участвовал в обсуждении всего и вся кто задавал вопросы кто донатил майор фаербак сегодня опять вообще вырвался в топ да так что большое спасибо следить за новостями следующий эфир будет на следующей неделе я думаю и в какой-то день наверное там будет покер а может не будет мы посмотрим в общем следить за расписаниями за расписанием а я пошел спать чего я вам желаю до встречи на стоп геймеру да с покой на ночь стоп геймеру пока пока стоп геймеру стоп геймеру